здравствуйте друзья всех рад видеть рад приветствовать что же такое пересвеченный вот так стало намного лучше как мне кажется ну чтож все кто уже был здесь неоднократно прекрасно знают правила прекрасно знают зачем мы здесь что мы здесь делаем для чего все это всем вновь прибывшим напоминаю что я тут здесь что мы здесь делаем до чего все это всем вновь прибывшим напоминаю что я ну в общем за все за все за все вы знаете вот интернет у нас немножко балуется но да ничего страшного я думаю что неприятность эту мы переживем на самом-то деле у нас какой-то новый значок появился взаимодействие какое-то чудо нас тут такое взаимодействие текстовое голосование быстрый опрос угадай рисунок понятно вот это все очень конечно мило вот а пока я жду ваших вопросов давайте я напомню вам это исходя из разборов личных которые на этой неделе были расскажу вам такой некий инсайт потому что как это ни странно не только вы у меня учитесь я вам даю какую-то ценную информацию но и я что-то нахожу для себя ценное всегда нам берут для себя что называется инсайт вот я хочу вам друзья напомнить что ваше счастье ваши хотелки все вот это вот это ваши проблемы ваша ваша обязанность и добрый вечер на или рад вас видеть и это только ваша задача не моя и не еще чья-то только ваша я здесь для того чтобы вам помочь и конечно же где-то я могу просто дать совет а если вы хотите более конкретной помощи от меня то естественно это не бесплатно если вы думаете что я по какой-то причине например обязан да просто ходить и раздаривать себя всем вокруг это не так вы можете на меня обидеться или еще что-то но вот знаете я вот обращаю внимание иногда вот был у меня на эфире один человек ну постучался так сказать в гости да и там была женщина она мне задала вопрос у нее там есть некая проблематика соответственно я начал отвечать и на этот вопрос я уже вижу что она меня не слышит да ну по какой-то причине я не знаю ну то есть я человек спрашивает какого цвета лошадь я говорю белого говорит нет ну я ж про лошадь спросила я говорю ну да она белого цвета в итоге я говорю что но в итоге она меня услышала кто был на эфире тот помнит это был прошлый эфир и я человеку говорю но если хотите разобраться в вопросе более подробно детально можете прийти на личную консультацию для этого нужно написать мне в личные сообщения да я вам отвечу и человек говорит а вы можете мне написать то есть мне нужно остановить эфир где меня смотрит там 150-200 человек на искать и и написать я говорю солнышко ну найдите меня пожалуйста там чтобы отправить мне сообщение надо подписаться в общем в итоге человек так и не смог этого сделать более того еще ломился в эфир видимо чтобы я заморочился к чему я это все слышите меня пожалуйста понимаете если человек говорит вот вы приходите к стоматологу и говорите дядечка у меня болит зубик надо полечить дядя доктор вам говорит откройте рот пожалуйста а вы горите я не умею я не знаю как открывать откройте вы мне его понимаете идея в чем то есть человек не может себе даже сделать труд разобраться в том как написать то есть ну это же не какая-то высшая математика это же не я не знаю там не работа с какими-то энергопотоками там сложные медитации какие-то там нет просто разберись в интерфейсе здесь все сделано для пускай даже не самых одаренных людей то есть просто тыкни на мою аватарку зайди туда да там будет написать сообщение но человек даже этого не хочет сделать как вы считаете будет человек хотеть что-то сделать со своей жизнью ну например я человеку скажу на консультации за которым кстати заплатить деньги я ему скажу родной вот нужно каждый день допустим вести дневник ну допустим каждый день в течение двух месяцев он не будет этого делать но не будет потому что он но он не может найти кнопку как отправиться общение не потому что он тупой потому что он ленивый потому что он свой ум настолько уже просто запустил что на хрена это делать давайте мне все скиньтесь всем миром помогите с какого хрена с какой с какой стати вот вы мне скажите да и я хочу чтобы вы понимали что да безусловно бывают самые разные истории от банальных каких-то там жизненных драм заканчивая какими-то грустными и грустинками да совсем уж драматическими но поймите как бы вам это объяснить то да всем плевать на это понимаете никто не обязан за вас это решать это ваша задача если вы думаете что найти как некоторым говоришь там ну хорошо задавайте и человек вот начинает я допустим бывает такая ситуация вот чего у меня висит ну я не знаю это может доктору сходить родной марса рад вас видеть шучу ну не знаю я ничего с этим сделать не могу с интернетом вроде бы вроде бы все нормально мне зелененькая кружочек зелененький горит надеюсь у нас все будет в порядке в этом плане ничего страшного вот да друзья все кто пришел всех рад видеть все большие молодцы так вот не думайте что люди обязаны вам помогать просто так просто по факту вашего я не знаю там по факту вашего бытия нет какую-то помощь нужно заслужить понимаете то есть счастье нужно заслужить вы почему-то думаете обижаетесь что знаете это как очень напоминает как некоторые наши соотечественники сограждане из украины ведут себя в европе что им все обязаны вот лично им я украинец а украинцы там что-то от кого-то защищают соответственно я сюда приехал давайте ешьте мое говно ну лично ты никого не защищаешь лично ты там это не говорит о том что плохой нет но у тебя никто ничем не обязан внезапно вот так же и здесь понимаете так же и здесь поэтому будьте умными котиками я вас всех бесконечно люблю молодцы но тем не менее будьте разумны отец вас кто-то обидел у вас будто настроение плохое ни в коем случае солнышко мая нелли ни в коем случае нет я просто не знаю просто спокойный нет причин чтобы у меня было плохое настроение серьезно ну то есть да я делаю какие-то вещи там правда сейчас в процессе некоторых нахожусь в процессах так сказать некоторых вот но сейчас надо хорошему человеку написать что у меня эфир ребята одну секундочку я так ответить вот так вот да вот я говорю о том что все нормально все я просто более такой знаете сейчас в приземленном спокойно можно даже сказать в каком-то смысле медитативном состоянии но вот поэтому как бы все хорошо не волнуйтесь вот и вообще то что я рекомендую всем делать это сфокусироваться на себя как всегда я говорю о том что ребят фокус на себе не поддавайтесь вот этой ошибки когда вы пытаетесь спасти вокруг весь мир притом забывайте абсолютно о себе чего хотите вы зачем это все понимаете вот вот мне не поддавайтесь на эту уловку вот и занимайтесь собой тем более знаете как конечно люди должны помогать друг другу безусловно и не только люди должны помогать людям но скорее не должны в рамках своих неких обязанностей которые они по доброй воле взяли на себя по доброй воле это не для того чтобы быть хорошим или для того чтобы тебя любили а потому что есть такая возможность и это интересно понимаете и лишь только поэтому уважаемый вася у меня к вам большая просьба не заполнять наш эфир подобными лозунгами во славу любой какой-либо страны стороны еще кого-то здесь совершенно не про это если вы как лишь вы хотите всем показать какой вы и кто вы для этого существует огромное количество специализированных скажем так эфиров со с разными знаменами и всем остальным если вы будете продолжать делать подобные вещи то ну или кто-то же наподобие вас то придется отправиться в долину тишины и покоя не заставляйте меня это делать я вас очень прошу я уверен что вы написали это не по злому умыслу а скорее по незнанию и не пониманию того что вы пишете где и зачем вот однако это если вы будете продолжать даже после моего предупреждения не снимет с вас ответственность так у нас тут вот обожаю такое подписано гадаю валентина 32 юрий 54 что нас ждет уважаемая моя люблю таких как вы как и всех валюша валюша знаете скажите вот ответьте мне на такой вопрос а что изменится от моего ответа давайте представим ситуацию что допустим я вам скажу что у вас будет все хорошо да я вам об этом скажу но вы придете к юрию а юрий пропишет вам двоечку выбив при этом скажем так вы от этого потеряете передние зубы и сознание и и вы после этого все равно будете с ним вы можете мне ответить на этот вопрос я очень хочу его услышать мне просто интересно я ни в коем образом не пытаюсь вас обидеть и оскорбить я хочу чтобы вы просто для себя осознали некоторые вещи которые очевидно вам не совсем понятны ответьте пожалуйста если вы на эфире возможно скажите пожалуйста а если я вам сейчас скажу не знаю выйти в окно или сделать еще какие-то вещи такие не совсем хорошие вы их тоже сделаете просто потому что я красиво говорю солнышко моё услышьте меня пожалуйста две важные для вас сейчас информации я вам рекомендую слушать меня сейчас очень внимательно считайте что я вам сделал персональный расклад первое я на данный момент этим не занимаюсь возможно буду это делать впоследствии вот если и буду то не бесплатно это раз во вторых это ваша жизнь и вы должны научиться самостоятельно принимать решения касательно ее то что вы сейчас делаете еще раз я повторюсь это я вам говорю для вашего же блага вы пытаетесь переложить ответственность себя на кого-то другого никто не говорит что расклады таро не работают конечно работают но при условии что там есть нормальный мастер и все остальное ну допустим даже он нормальный вам мастер никогда не скажет на сто процентов да вообще все 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 досконально потому что как минимум под данная ситуация зависит не только от вас она еще и зависит и от юрия внезапно потому что у него есть как и у вас кстати говоря свобода выбора и понимаете вам дается лишь вероятность а предопределенное событие то есть есть некая вероятность но я бы вам очень рекомендовал сфокусировать свое внимание на том почему же у вас что-то не клеится с юрием в чем же собственно проблема в девяносто девяти и девяти процентах случаев ну чтобы вы понимали процент того что есть внешнее воздействие и вы ничего с этим не можете сделать меньше одного процента вас там в остальном это всегда наша дурная голова то есть наши проблемы в жизни это наша дурная голова это не понимание чего-то это нежелание осознать и взять на себя ответственность за свою жизнь понимаете я бы вам солнышко очень рекомендовал взять себя в руки перестать бегать по разным эфирам и спрашивать совета у разного рода людей особенно которых вы не знаете вы же меня в первый раз видите ну хорошо даже если вы не первый раз меня видите вы бы лучше меня проверили как-нибудь ну вот смотрите давайте представим что я бы делал расклад действительно да вы ко мне пришли за этим раскладом откуда вы знаете я вам правильно все говорю или нет как вы можете понять я действительно тот за кого себя выдаю или просто какой-то шарлатан может быть есть смысл задать мне какие-то наводящие вопросы перед этим ну например попросить у меня расклад той ситуации которую вы и так знаете стопроцентно понимаете в чем идея я очень надеюсь что вы продолжаете меня слушать но если нет то ничего страшного пусть услышат другие друзья это то о чем я вот говорил в самом начале берите ответственность самостоятельно за свою жизнь она ваша не чья то понимаете изучайте матчасть изучайте процессы понимаете прежде чем идти к стоматологу вы должны хотя бы понять чем занимается врач стоматолог а то вдруг у вас попа болит а вы пришли к стоматологу зубы лечить оно конечно связано плюс-минус между собой да там опосредованно скажем так но но вы поняли то есть и вроде и то и то врач но Оксана спасибо вам за розочку ребят за лайки спасибо я смотрю вы очень активные сегодня меня это очень радует за ваши подарки за ваши лайки я вас очень благодарю но мы продолжаем добрый вечер юлия мы продолжаем да вомбат и я рад тебя видеть тоже вот и хлоя у нас подключилась с подарочками что не может не радовать на самом то деле так вот да ребят все кто пришел рад видеть вас сколько вам лет если не секрет 36 никакого секрета здесь нет приятного вечера позитива как полюбить себя после отношений с абьюзером во первых понять что отношения с абьюзером произошли именно по той причине что вы не любите себя полюбить себя можно ну например начав с того чтобы изучить себя понять вообще объект любви кто вы есть начните изучать себя добрый вечер друзья добрый вечер Александр 44 вернется домой слава богу что вернется нет я прекрасно понимаю что это вопрос но вот Раиса смотрите тоже как интересно Раечка ну вот как вы хотите получить ответ на свой вопрос если вы даже не ставите вопросительный знак после него вроде бы мелочь но это много говорит о вашем нынешнем состоянии в котором вы находитесь вы наверное пропустили у меня тут только что был спич как раз по этому поводу живите своей жизнью берите сами за нее ответственность пошли ребята да пошли 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 котики пропустила ли я вас обожаю мне так это нравится знаете когда давайте сейчас закончу по поводу ответа на вопрос как полюбить себя начните себя изучать когда вы узнаете кто вы есть поверьте это невозможно не любить начните в себя вкладываться начните потихонечку за собой ухаживать уделять время себе сместите фокус внимания на себя знаете как в той рекламы И пусть весь мир подождет. Не важно, что там происходит. Важно, что у вас. Понимаете? Зачем их отправлять на другой эфир? Понимаете? Вот смотрите. Я хочу, чтобы вы поняли одну такую простую вещь. Какая бы у вас грустная ситуация не была, мне тут подсказали, что у Раисы там произошло. Безусловно, очень грустная ситуация, и я всячески сочувствую этому факту. Но в данной ситуации последнее, что нужно делать, это бегать по разным гадалкам и шаманам и спрашивать у них советы. Как минимум по той причине, что вы их даже не знаете. Понимаете? Это очень хреново закончится, рано или поздно. Это ладно, я такой добрый вам даю от всего сердца совет. А придете вы к какой-нибудь там в пяти поколения полудурку, а он начнет вам рассказывать про порчи, венцы безбрачия, что там у них еще есть в копилочке. И вы последние деньги туда отдадите, потому что ваша проблема, конечно же, достаточно серьезная, и вы последние отдадите. Понимаете? Рая, вот сейчас вот слышите меня, пожалуйста, очень внимательно. Сколько лет сыну? Хотя это не сильно повлияет на мой ответ, но тем не менее. 44. Как вы считаете, это взрослый мальчик? Ну, это риторический вопрос, не надо на него отвечать. Это взрослый мужчина. Я вам очень сильно советую, в первую очередь, помочь сейчас самой себе. Перестаньте брать ответственность за его жизнь. Возьмите за свою ответственность. Разберитесь, что в ней происходит. Вот услышьте меня, пожалуйста. Я это говорю не со зла, я вам больше скажу. Я это говорю от всей любви к вам. Равно, как и ко всем присутствующим, и не только на эфире. Понимаете? Безусловно, это грустная история. Я ж, ну, как бы ничего. Но сейчас не пытайтесь решить его проблемы. Было бы ему 5 лет. И то, понимаете, ходить по эфирам и спрашивать советы угадалок и тарологов. Занятие так себе, ребят. Поэтому, пожалуйста, ребят, добрый вечер всем, кто приходит. Всех рад видеть. Всем спасибо за подарки. И вот остальных ребят, которые присутствуют на эфире, я вот, знаете, я вам тоже бы дал такой совет. Не нужно каким-то образом, ну, знаете, со стороны кажется, что человек чокнут и делает какие-то странные вещи. Другой вопрос, как бы вы вели себя на его месте. Почему я игнорирую? Я не игнорирую, я отвечаю на вопрос одного человека, и поэтому я не читаю вопросы других людей. Или вы считаете, что ваш вопрос более важен? Я слушаю сейчас, ну, как бы, вопросы этого человека, я его выслушал, и я у него, ну, ему отвечаю, понимаете? Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, имейте терпение. Я отвечаю на все вопросы, но опять же, чат бежит быстро, я не успеваю просто физически реагировать на все. Ну, я вам пишу уже 10 минут, и что? А вы не обратили внимания, что я 10 минут уже отвечаю на вопросы? Я иду по порядку, понимаете? Вы вместо того, чтобы ругаться, написали бы лучше вопрос еще раз, и была бы достаточно высокая вероятность, что я его увижу и отвечу. Но почему-то вы предъявляете мне претензию за это. Я не помню, чтобы я в своей жизни подписывал с вами контракт, где я обязан отвечать на все ваши вопросы. Вне очереди. Вы уж не обессудьте меня, пожалуйста. Задайте еще раз вопрос. Напишите, я сейчас на него отвечу. Ну, если вы его все-таки напишите. Без всякого к вам негатива или еще чего-то. Ребят, еще раз напоминаю, я отвечаю на вопросы в процессе. Ну, то есть, чатик идет, да? Если вы написали его 5 минут назад, и там уже 56 сообщений назад, скажем так. Ну, я не буду пролистывать обратно, да? Не обессудьте. Не потому, что я возомнил из себя там не пойми кого, а потому что... Ну, я живой человек, вас много, я один. Ну, поймите, я не могу разорваться. Поэтому вот как-то так. Вопрос, вопрос. Вы из какого города? Я из Харькова. Есть такой город, да. Сидяйте шоколадку. Вы грустный. Флэш Рояль Фокс. Рад вас, кстати, видеть. Да я не грустный. Чего вы взяли, что я грустный? Ребят, я не грустный. Все хорошо. Ну, если я не прыгаю, как брачующаяся капибара. Вот. Нет. За шоколадку, конечно, безусловно, спасибо. Как и за розочки, как и за остальные ваши подарки, друзья. Я все это вижу. Спасибо вам огромное. От всего своего существа и от всего сердца. Нет. Я просто, как я уже сказал, в неком медитативном состоянии нахожусь просто. И все. Все хорошо. Все замечательно. Ну, на самом-то деле. Вот. И Хлоя подключилась с розочками и шоколадками, что не может, собственно, не радовать. Теперь у меня целый пакетик с шоколадками. Я буду объедаться и облизывать шоколадные пальчики. Вот. А человек, который обижался, что я не отвечаю на вопрос, даже когда я уже сказал, что я его вопрос жду, так и не написал. Вот вам, собственно, и ответ, почему ко многим так и не приходят ответы на вопросы вообще в целом. Понимаете? Вот и все. То есть человек обратил на себя внимание и не воспользовался этим. Опять же. Понимаете? А вы говорите. Да, люди спрашивают, почему у меня так все плохо. Ну, потому что. Потому что. Потому что вы, понимаете, вините в своих проблемах кого-то другого, но только не себя. Кого угодно. Ангелов, демонов. Там, я не знаю, какие-то приворот-отворот. А сами ответственность не берете. И от этого все ваши беды. Не надо так. Он спросил, из какого вы города, да? А, ну все тогда. Мой вопрос был, из какого вы города. И все. Я понял. Хорошо. Хорошо, друзья. Так. Как вы считаете, что для мальчика лучше? Быть активным, легкоадаптивным, лентяем или трудолюбимым? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, точнее понять, собственно, ага, хочет меня найти, по IP вычислить, да? Значит, смотрите, что же касается этого. Смотрите, по поводу мальчика. Значит. Ну, я понял, да. Или покорным. Покорным и девочке не надо быть. Покорным в том понимании, в широком понимании этого слова. Да? Смотрите, какая история. Вот давайте вспомним. Уж вы-то, ангел, воплоти точно были на многих эфирах и должны были услышать от меня такую штуку, что мальчики, мужчины, развиваются в аскезе. То есть, они развиваются в выходе из зоны комфорта. Иными словами, когда они как-то проявляются в материальном мире, что-то движуют, короче. То есть, ну, стресс для мальчика это развитие. Понятное дело, в разумных пределах, да? Это не значит, что, знаете как, если полезно бегать, да, то это не значит, что надо за раз выдать марафон и с пеной у рта где-нибудь погибнуть возле порога дома. Возле дома твоего! Возле дома твоего! Вот. То есть, это выход из зоны комфорта, разного рода движевания. Исходя из этого, мы понимаем, что для мальчика очень полезно быть активным. Где-то быть, ну, что называется, сорви голова в хорошем смысле этого слова. Опять же, если говорить о мальчиках, да, они должны проявляться в этом материальном мире, да, всячески активно, но у каждого разный способ проявления. То есть, кто-то футболист, кто-то воин, кто-то, там, не знаю, Серж, вечер добрый, кто-то моделист-конструктор, понимаете, кто-то пилот-авиалайнер, у всех по-разному. И, соответственно, разный уровень активности, да, на это накладывается. И активность в разных сферах жизни. Но то, что он явно не должен валяться на диване и быть глубокой и чувственной натурой, как этот Эдвард из «Сумерек», вот это вот, да, похоже на представителя ярко выраженного, притом нетрадиционной сексуальной ориентации, это притом при всем, что есть такие, которые не ведут себя так, да. То есть, да, он может быть чувственным, эмпатичным, но у него должны быть мужские качества для того, чтобы выполнять свои защитные функции, скажем так, мужские, понимаете? Ну, как-то так. Он всю жизнь оценивается всеми, как очень умный, активный, но со звездой на мнении, поэтому не прилагает усилий. Ну, еще раз говорю, мало ли кто как его оценивает. Да, он должен пользоваться обратной связью от мира, чтобы делать какие-то выводы, но выводы делает он сам, понимаете? Если у него звезда во лбу, ну, опять же, фокус на себя вы должны обратить, понимаете? А не на него. Хочет он так, вы ему можете высказать свое мнение, остальное уже дело его, понимаете? И при всем при этом вы должны дать ему понять, что вас обижать не нужно, не получится. При этом помнить, что если вы обижаетесь на то, что он, например, хочет стать физиком-ядерщиком, и вы хотели, чтобы он был певцом, то это не его проблема, а ваша как раз, понимаете? В чем идея, собственно? Так что, ну, вот такой вот мой ответ. Муж пьет на работе часто, ругаемся, но ничего не хочет менять. Что делать? Давайте я вам объясню причину, по которой он пьет. Он пьет, потому что он не реализован. То есть, у него нет реализации, как у мужчины, понимаете? То есть, он просто, условно говоря, хотел быть космонавтом, а работает на работе. То есть, он ощущает где-то внутри в себе потенциал намного больший, чем он у него есть, точнее, чем он его использует, да? Ну и, в общем, как говорится, нашла коса на камень, понимаете? Поэтому он пьет. Что вам делать в этой ситуации? Ну, попробовать ему помочь, каким образом? Начните его хвалить за те положительные действия, которые он делает. Ну, только есть одно условие. Вы это должны делать искренне. Если вы не можете это сделать искренне, не надо играть в театр одного актера. Это все равно будет видно, и пить он будет еще больше. Вот. Но так или иначе, он должен прийти к определенным выводам самостоятельно, понимаете? Вы можете ему тонко или толсто намекнуть. Не надо ему говорить, типа, «Привет, я все знаю, ты, сука, нереализованный, вот ты бухаешь, мразота, как-то, что, хотел стать космонавтом, а теперь ты вот тут, вот, да?» Нет, конечно, не надо так говорить. Вы можете просто ему сказать, что, ну, а зачем ты это делаешь? Ну, начните просто спрашивать. Просто говори с ним. Зачем ты это делаешь? Конечно же, он скажет, что это его осознанный выбор, и он так расслабляется. Ну, вот. То есть, ну, попробуйте ему подарить любовь и поддержку свою. То есть, какая задача женщины вообще в отношениях с мужчиной? Накачивать его энергией, да? То есть, вам необходимо уметь его благодарить и восхищаться, и ценить его, ну, и так далее, и так далее. Но если он не будет давать никакой обратной связи, то, соответственно, из этого ничего хорошего не выйдет. То есть, если вы его поблагодарили, а он вас нахуй послал, то, ну, ему надо сказать, что, знаешь, солнышко, ну, извини, мы с тобой не подружимся. А вот, чтобы вы так могли сказать, вам необходимо сместить фокус внимания на себя, понимаете? То есть, вам нужно, в первую очередь, с собой разобраться. Вы не можете помочь никому, если вы не помогли себе, понимаете? Если вы себя где-то не полечили, если вы с собой не порешали вопросы, то не тратьте свое время на то, чтобы кого-то там образумить. Потому что вы не можете дать человеку то, чего у вас нет. Я надеюсь, ответ вам понятен. Так, давайте смотреть, что там у нас еще есть. Следующие вопросы, я сейчас чатик лесну. Так. Привет, ушла от мужчины. Сказал, что я пожалею таких, как он, больше нет. Так, а вопрос в чем? Пожалеете ли вы? Или что? Я тебя родила, а дальше сам. Ну, не совсем так. Всегда во благо, ребят. По поводу спасибо за ответ, всегда пожалуйста. Не совсем так, Женя. Дело в том, что ответственность родителей перед детьми, она, грубо говоря, до того момента, пока ребенок сам не может находиться в этом мире. Там, добывать себе еду и так далее, и так далее. Вот, поэтому, соответственно, грубо говоря, лет до 15-16, конечно, есть ответственность. А дальше пускай все уже взрослый, дядечка или тетечка, или кто там. Уже все работает, все функции, все запущено. Понимаете? То, что кто-то придумал, что 18 лет, это уже там какой-то порог. Ну, это, знаете, это даже не смешно. Вот. А если для меня стресс, это развитие, это не норма, для меня стресс, это развитие. Да, это не норма, потому что вы накачиваете себя мужскими энергиями. Но, опять же, либо кто-то вас в этом убедил, либо вы. И, соответственно, ну, то есть вы умираете, как женщина в таком случае. Четыре месяца назад расстались после семи лет. На эмоциях я начал новые отношения. Сейчас кроет и нет чувств. Ну, так, естественно, роман. По-моему, я вас уже где-то видел. Ну, где-то у себя на эфире. Ну, то есть вы же сами ответили на свой вопрос. Вы новые отношения начали в неадекватном состоянии. Пронимаетесь? Ну, понимаете? Да я, нет, я понимаю, что пошутить, Жень. Я к тому, что, ну, поймите, многие, что восприняли это серьезно. Не, я понимаю, да. Вот. То есть, как бы, как-то так. Ну, установки с детства, да, Flash Rail Fox. Вот. То есть, так я так и не понял, Люба, это был вопрос про пожалею. Или вы просто поделились с нами ситуацией. Сколько должно пройти времени после окончания отношений, чтобы нормально начать другие? Вопрос, скорее, не во времени. Если говорить о временных рамках, то это, как правило, хотя бы месяц, два, три. Но все очень сильно зависит от трансформационных процессов внутри вас. То есть, вы же понимаете, что если отношения развалились, притом трагично, одно дело, если вы нормально поговорили, разошлись, все там, без скандалов, без истерик, это одно. А если вы, ну, там, слезы, сопли, пузырями, истерика, грусть, печаль, не понагибать, то, соответственно, это вам говорит о том, что что-то вы делаете неправильно в отношениях. Понимаете? То есть, не то, что вы виноваты, типа, ну, допустим, там, к примеру, девушка, ей изменил парень, отношения разрушились, слезы, сопли. То есть, ну, технически она не виновата в этом. Ну, то есть, он косякнул, да? Ну, она же каким-то боком связалась с ним. Соответственно, надо сделать вывод. Вывод делается, и что-то менять надо в себе, в своем отношении к жизни, в частности, и к мужчинам, да, точнее, наоборот. К мужчинам в частности, и к жизни в целом. Ну, а если этот процесс таки запускается, то, опять же, все очень сильно зависит от человека, но обычно это пару месяцев. У кого-то годы уходят. То есть, ну, в любом случае, должна быть история такая, что, вступая в новые отношения, не должно быть вот этих вот, как писал роман, на эмоциях вошел в новые отношения. Ну, это неправильно. Вот вам яркий пример, чем это обычно заканчивается. То есть, как бы, ну, привязка старая не ушла, человек как был привязан, так и остался, да, к какой-то ситуации, к какому-то человеку, вот, а к новому внезапно не испытывает чувствов. Так что, как-то так. Он не захотел отношений, готов только к легким отношениям, и сказал, что нет любви и уважения у меня. Рухнул мир. Ну, вот, если мир рухнул, значит, необходимо этот мир перестроить, собрать его заново, в общем, сделать выводы, всякие разные. И в таком случае у вас все будет хорошо. Но на это нужно время. Потому что пока вы эмоционируете, пока у вас там видны еще обломки, так сказать, то такие вот дела. Кстати, про юмор. Недавно узнала, что это способ защиты, в чем-то, благодаря ему, я, наверное, и выжила. Да, Женя, абсолютно верно, вы все узнали. Абсолютно верно. Все верно. Юмор, это, конечно же, вы, может быть, помните, кто смотрел Гарри Поттера. Есть, там очень много, достаточно, есть много искажений, безусловно, но достаточно много этих самых. Таких лайфхаков, да, по жизни. Как, например, заклинание Патронуса. И, в частности, если вы помните, там были такие существа-богорты. Да, я книжку не читал, я так фильм посмотрел. Ну, прикольно, в принципе. Так вот, существа-богорты, помните, какое, ну, против них было заклинание? Ну, не само заклинание, там, по-моему, Ridiculus, да, оно называлось. Дело не в этом, а в том, что нужно, какой процесс у себя в голове произвести. То есть, Богорт, это ваш страх, иными словами, зеркало вашего страха. То есть, он показывает то, чего вы больше всего боитесь. Именно по этой причине они такие страшные, как ловко подметила выскочка, неимоверная, по имени Гермиона Грейнджор. Да? Невыносимая всезнайка, как сказал Северус Снэк. Кстати, он был абсолютно прав. Так вот, помните схему? Вы должны его представить в каком-то смешном или нелепом виде. То есть, юмор. Понимаете? Вот вам и защита. Пожалуйста. То есть, обыграйте эту ситуацию. Вы что думаете? Между прочим, студия 95-й квартал. Помните, сколько у нас шуток было? Вот, про политиков, про бандитов, анекдотов и всего остального. Как вы думаете, зачем? Нет, не для того, чтобы вас защитить. А для того, чтобы это не казалось такой проблемой. Юмор, это скорее не защита, знаете, это скорее обезболивающее некоторое. То есть, он не защищает вас от чего-то. Он позволяет вам... Спасибо огромное за ваши подарки, друзья. Он позволяет вам не так... Ну, то есть, не реагировать на это. И вот, понимаете... Ведь на самом деле это же страшно, когда вот по телевизору показывали, там, например, Верховная Рада. Да, и там дерутся люди. Депутаты. Ну, то есть, они ведут себя реально как животное. Просто как, блядь, ну, вообще жесть какая-то. И это страшно, потому что эти люди принимают законы, по которым, кстати, вы и живете. Ну, кто-то живет, кто-то пытается, но тем не менее. Они ведут себя хуже обезьян. Да? То есть, иными словами, обезьяна принимает законы. Ну, почему никто не парился? Флэш-рояль. Ну, почему никто не парился? Потому что анекдотики, типа, ну, а что с них взять? Они вот такие. Ну, вы же видите, к чему это в итоге все привело, да? К попустительству людей. И это не политики виноваты в этом. Это виноват каждой из жителей. Потому что он, собственно, своим вот этим незнанием, непониманием именно допустил вот такой вот, понимаете? Да, и я вас рад приветствовать. Рад приветствовать вас, друзья, всех, кто вновь приходит. Как... Так, способ заинтересоваться. А, справиться со стрессами может. Ну, обезбол, скорее, да. Обезболивающее. Понимаете, от какого-то негатива спасает только удаление причины этого негатива. Понимаете? То есть, его нельзя не замечать. То есть, его нужно распознать, да? И непосредственно проводить некоторые, ну, как любят говорить в эзотерике, духовные практики. То есть, что такое духовная практика? Это особым образом выстроен внутренний диалог. А что такое внутренний диалог? Это работа со своим бессознательным. То есть, вы залазите, иногда даже в системные настройки своего суперкомпьютера, и там копаетесь, там чего-то делаете. Понимаете? И, соответственно, вы там можете всякие разные фишечки делать. Прикольные. Вот. Поэтому, как бы, так, я извиняюсь, это у вас покрашен волос? Не-не, волосы не покрашены. Это свет так падает. Я таким не занимаюсь. Я не такой. Я такого не делаю. Ну, что? Хоть у меня и есть седые волосы, но я их абсолютно не стесняюсь. Есть и есть. Значит, это зачем-то надо. Этому есть определенные причины. Вот. И не знаю, я не любитель разного рода там покрасок волос, татуировки там. Вот. Добрый вечер всем, да, Ирина, рад вас видеть. Естественное осветление. Да-да-да-да-да-да-да. Даже не поленюсь в Германии приехать. Ох, у вас там какие-то уже движения свои. Мужчине идет седина. Возможно, я об этом даже не задумываюсь. Идет оно и не идет. Вот. Это так. Меня это никак не напрягает. Мне это не мешает. Соответственно, ну, так вот. Так есть. Ничего страшного. Это хорошо. Наверное, даже. Если это не мешает, то зачем за это запариваться? Правильно? Правильно. Правильно. Правильно, блядь. Так. Давайте посмотрим, что у нас там еще спрашивали. Вот. про джокера, да, правильно. Так. Он устраивает такие качели и периодически возвращается и говорит, что любит и будет, как я хочу. Ну, говорить можно все, что угодно. Надо смотреть на дела. Понимаете? Смотрите на дела. Лена 53, Саша 47. Пауза или разрыв? Только вам решать. Вам и Саше. Вот. Что не так с моим комментом? Еще вы взяли, что с ним что-то не так? Или у вас был какой-то еще? Смотрите, бывает так, что, Александр, смотрите, бывает так, что ТикТок блокирует комментарии по какой-то причине. Не обязательно, что вы написали что-то плохое. просто там нейросеть не разобралась. Вот. Напишите его только максимально понятно, я вас прошу, на этими, на латинице, то есть, латинскими буквами. И тогда он, скорее всего, его пропустит, потому что не сможет прочитать. Видимо, поэтому не знаю. Либо перефразируйте. Так тоже можно. Вы часто с собой разговариваете. Постоянно. Иногда я выключаю внутренний диалог при необходимости определенной. А так вообще, да, конечно. Я считаю, что это очень важный процесс. Ну, вы же, когда телефоном пользуетесь, вы же тоже находитесь в диалоге с программами. Точно так же и я. И вам рекомендую. То есть, это разговор даже не с самим собой. Это разговор, скорее, с вашим бессознательным, с программками, которые там находятся. И это абсолютно нормально. Понятно, что не надо выходить на центральную площадь и разговаривать вслух, выведя это на колонки киловаттные, да, и чтобы все об этом слышали. Нет, конечно. Но вы можете это делать про себя. Это нормально. Почему мужчина сказал, что я пожалею о своем уходе от него? Ну, это же очевидно. Потому что ему было по какой-то причине это все дело неприятно. И он хотел и, может быть, даже до сих пор хочет этого, я уж не знаю, чтобы, ну, то есть, видимо, он не хотел этого разрыва, да, а вы такая, все, я пошла, короче. Вот. И он весьма огорчился и очень хотел бы, чтобы на вас подействовала какая-то мотивация произошла в вашей жизни, которая бы позволила прийти к нему и сказать, прости меня, мой родной. Да, ну, как бы, опять же, я же не знаю ситуацию, какая у вас там произошла, могло быть что угодно, но, Хлоя, спасибо вам большое за огонечки, за поддержку, двигаемся к цели эфира очень хорошо. Вот. Понимаете, поэтому, почему именно, по какой причине, что там произошло, это уже, конечно, надо разбираться. Вот. В любом случае, фокус на себе, да, и выясните, почему вы вообще ушли, надо оно было вам, не надо, может и не надо, а может и надо, да Бог его знает. Бабушка надвое погадала, понимаете. людям, которые по-прежнему заходят и пишут, будем ли мы вместе, вот, друзья, я когда-нибудь действительно этим займусь, возможно, даже в обозримом будущем, я говорю сразу, это будет платно, вот, и даже отвечать на ваши эти вопросы, конечно, я на них-то отвечу, но вы должны понять, что не факт, что это вам поможет, в первую очередь, вы должны сами себя спросить, сделать выводы, провести работу над собой, ну, понятно, вам лень, в принципе, короче, если я буду, или когда я буду заниматься раскладами, я вам обязательно сообщу, приходите, готовьте монетки, будем отвечать, доставайте карты, пора уже, все будет. Когда мы расстались, женщина удалила свой профиль и создала, ну, что это? Это тараканы в женской голове, достаточно активные, понимаете, люди в процессе расставания, как это ни странно, даже те, кто есть инициатором расставания, испытывают стресс, достаточно сильно, то есть их колбасит, почему? Потому что происходит процесс разрушения, скажем так, старого, да, вот даже в тех же картах есть такой аркан башни, да, его часто трактуют, или смерть, его часто трактуют, как что-то негативное, на самом деле нет, ну, то есть, если что-то разрушилось, значит, на его место всегда приходит что-то другое, не всегда хорошее, опять же, все зависит от выводов и всего остального, а то, что она удалила аккаунт, вот вы лучше себя спросите, зачем, смотрите, даже если вы узнаете о том, вот зачем, все, я вам так скажу, там есть даже такая вероятность, что она сама не знает, на хрена она это сделала, ну, реально, то есть, ее там, лампу ей вот так в лицо, да, спросите ее, она такая, да я хрен его знает, это вполне может быть, вот, вы лучше подумайте, как вам это вообще поможет, понимаете, вот это очень важно понять, исходите всегда из себя, задавайте вопрос, а что я тут мог сделать не так, Вадим, добрый вечер, бесконечно рад вас видеть, психануло тупо, да, флеш рояль, да, тупо психануло, на эмоциях, вряд ли там был какой-то прям гениальный план, надежный, как швейцарские часы, то есть, даже если это была манипуляция, вами, допустим, то она могла быть вполне и неосознанная, понимаете, то есть, ну, такое, также уход, чего-то плохого может быть, ну, я же говорю, это какая-то трансформация, как и смерть, опять же, я сейчас не буду умничать, я об этом знаю только очень поверхностно, вот, я не изучал пока что это все, ну, касательно арканов, вторую, я так в общем знаю, поэтому не буду сильно в это вникать, так что, всегда во благо за ответы, вы часто встречаете осознанных людей, периодически, периодически, я не могу сказать, что это происходит каждый день и на каждом шагу, но, с некоторыми я поддерживаю общение, регулярно, поэтому, да, опять же, поймите, осознанность, вот, не зря есть такое выражение, уровень осознанности, да, то есть, это, ну, Андрей, рад вас видеть, добрый вам вечер, не зря говорят, уровень осознанности, да, это когда мы, то есть, это не двоякое состояние, ты либо осознанный, либо нет, да, то есть, у тебя есть определенные уровни осознанности, понимание каких-то процессов, это как некая лестница, понимаете, и мы находимся на разных ступенях осознанности, то есть, кто-то, ну, например, не знаю, находится где-нибудь на первых ступенях, и он просто даже для того, чтобы получить какой-то ответ на вопрос, не может, блин, догадаться, как мне написать в личное сообщение, и самое страшное, он даже не пытается по поводу этого запариться, то есть, он говорит, а напишите вы мне, вот, еще и обижается, если я этого не делаю внезапно, да, не решил не останавливать эфир, да, и, ну, короче, вот, кто-то находится на уровне, что понимает, допустим, прекрасно, что все нужно заплатить, и та сумма, которую я прошу за свои услуги, она такая, не просто так, как минимум, я имею на это право, да, ну, вот, и, ну, как бы, приходит подготовленный, допустим, да, кто-то приходит неподготовленный, со словами, а я не знаю, что говорить, вот, я, конечно, максимально деликатно стараюсь с человеком общаться, но порой мне хочется спросить, а нахер ты вообще тогда пришел, если ты не знаешь, что ты, что ты хочешь, то есть, не то, что человек не знает, что говорить, ну, типа, как начать диалог, а он даже говорит, то я и говорю, чего вы хотите, то я и не знаю, как-то, чтоб все было хорошо, ну, охуеть, не встать, то есть, у всех все по-разному, понимаете, кто-то уже сам может находить ответ, на свои вопросы, не стоит, понимаете, не надо никого осуждать, мы все разные, у всех разный уровень развития, кто-то чего-то понимает, кто-то не понимает, в этом нет ничего плохого, это нормально, это нормально, занимайтесь собой, как-то так, как-то так, скажите, пожалуйста, так, ладно, сейчас на украинском прочитаю, потом на русский переведу, скажите, будь ласка, думку, два месяца, я не бачив сына, три, рок и дужа скучу, и скоро суд разводу, и куча причин, еще мороз, и так далее, так, Вадим, и, что вы хотите от меня услышать по этому поводу, то есть, Вадим пишет для тех, кто не понимает украинский язык, тяжело, вот, что он соскучился за сыном, которому три года, он его два месяца не видел, и, соответственно, скоро суд по разводу, я так понимаю, у вас нет возможности видеться, еще холодно, и так далее, я не очень понимаю фразу, еще холодно, и так далее, я там, ну, смотрите, я могу дословно перевести, холодно и т.д., да, ну, окей, а в чем вопрос заключается, вы уж не обессудьте, то есть, я понял, что, да, вы хотели бы с ним увидеться, окей, есть этому разного рода преграды, причины, какие-то проблемы, окей, это я тоже понял, а вопрос ваш, в чем заключается, надоебачит, еще бы я его взял до дома, женщина не дает вам ребенка, ну, естественно, потому что она вас, не то, чтобы даже не любит, но еще и не уважает, да, по какой-то причине, объективной, либо нет, в вашей ситуации сейчас, сделать фокус на себя, то есть, вам нужно сейчас, починить себя, свою самоценность, самодостаточность, и так далее, потому как, для того, чтобы как минимум, вам отдали ребенка, вы должны быть на определенном, хорошем финансовом уровне, к примеру, да, ну и вообще, скажем так, находиться в стабильном состоянии, не только финансовом, но и, например, эмоциональном, вот, чего по вам на данный момент, к сожалению, не скажешь, поэтому вам нужно сфокусироваться именно на этом, ваша проблема на данный момент в том, что для вас ваш сын является источником счастья, а как бы это поэтично не звучало, это неправильно, источником счастья для себя являетесь только вы, и больше никто, это не потому, что вы не любите своего сына, там, вы там плохой какой-то, нет, у вас перед сыном есть ответственность, это да, но, ваша задача, в первую очередь, заботиться о себе, потом уже все остальное, она зрадовала, жила земной, израдживала шесть месяцев, и я ее любых должен, и миг подумать еще, его надо, я помню это все, Вадим, я помню, вы не так давно приходили на эфир, я надеюсь, вы прекрасно помните, что я вам ответил по этому поводу, и этот ответ, кстати говоря, подозрительно похож на то, о чем я говорю сейчас, так же, пожалуйста, занимайтесь собой, у вас нету оправдания, и нормальных причин, собой не заниматься, если вы не думаете, что у вас одного такая ситуация, вы, к сожалению, не первый, и также, к сожалению, не последний, многих людей так, и проблема в том, вот я вам говорю еще раз, у вас бы не произошла такая ситуация, если бы вы должным образом относились к себе, с должным уважением, я бы даже сказал, где-то с трепетом, поэтому, пожалуйста, обращайте на себя внимание, начинайте работать над собой, сын от вас никуда не денется, знаете, мне еще нравится, когда в конце разбора, там некоторые ребята спрашивают, Андрей, ну скажи, что у нас все будет хорошо, ну в смысле, у нас там с женщиной, или еще с кем-то, я много раз, я такое слышу, я говорю, ээээ, не говорю родной, не надо на меня перекладывать ответственность, откуда ж я знаю, Вдруг ты практики не будешь делать. Но даже если ты их будешь делать и сделаешь все правильно, как я могу отвечать за другого человека, которого я даже в глаза не видел. Так что, ребятки мои, котики, муркотики, все в ваших руках. Все, что касается вас непосредственно. Не надо думать, что отношения с другим человеком тоже это ваше. Только от вас это зависит. Нет, не только от вас. Вы же с другим человеком хотите отношения строить. Бывает такое, что вы молодец, вы хотите, вы стараетесь. А он не хочет, он уперся. Поэтому ни хрена не получится. Понимаете? А мы же как хотим? Мы хотим, вот мне, человеку уперлось в голову. Я хочу быть с ней. Все, она моя до конца жизни, блядь. За тебя колым отдам. И начинается вот эта вот хрень. И что? Ничего с того хорошего не получается. Поэтому, пожалуйста, не надо так делать. Это неправильно. А тут карты раскидать надо. Да, да. Вот видите. Раскидать карты. Это же самый простой путь. Чтобы кто-то тебе взял и починил твою жизнь. Так не работает. Так не работает. Ну, без карты или с картами мы еще посмотрим, подумаем. Может быть, они в свое время еще и появятся. Поглядим. Может, я на чем-то другом смотреть буду, да? Может, я буду на гербарии раскладывать. Сушеные листики. Понимаете? На этом смотреть. На самом деле, без разницы. Постоянно обвиняют меня в измене. Этого не делаю. Возможно, он сам так делает. Все что угодно. Возможно. 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 Но, опять же, знаете как? Сдайте себе вопрос следующего характера. А, собственно, чем этот человек является, в чем этот человек является моим отражением? Вот. Почему я так говорю? Потому что мы не встречаем внезапно людей каких-то просто так. То есть, для того, чтобы нам с этими людьми каким-то образом законтачиться, нам нужно с ними синхронизироваться. Ну, плюс-минус. Хотя бы на чем-то. Понимаете? Сойтись. И вот, если у вас вызывает какой-то негатив, то, как он себя ведет, значит, это есть где-то и у вас. Ну, понятное дело, тут надо подробно поспрашивать. Это же тоже я не могу вот взять. Хрен же знает, что у вас там происходит-то в вашей жизни. Спасибо, Сергей, вам большое за подарочек ваш. То есть, хрен же его знает, что у вас там происходит. Что угодно может быть. Вот. Для этого, собственно, и существует личная консультация, на которую, кстати, ребята, можете записаться, если вам хочется. Да. Если вам нужно, пожалуйста, приходите. Мы, скажем так, открыты. Вот. Напишите мне в личное сообщение. А здесь, да, может быть и такой вариант. Человек, ну, манипуляция такая, да? Типа, я сам изменяю, но чтобы снять с себя подозрения, да, я буду там обвинять тебя. Вот. Но здесь, опять же, понимаете, мало ли что может быть. То есть, почему он так себя ведет? Низкая самооценка, да? То есть, ну, вот выводы, какие надо сделать. Что можно уже сказать, исходя из вот, из того, что вы написали. Вот, всего-навсего. Что можно. Вот. Вроде небольшая фраза, но уже сказать можно много. Если вы, конечно, не врете. Значит, первое. У мужчины низкая самооценка, да? То есть, у него низкая самооценность. Второе, менее очевидное для вас. У вас огромное количество мужских энергий. Ну, то есть, иными словами, вы отрастили себе яички. Это не значит, что вы выглядите как мужик. Нет. Вы ведете себя как мужчина. То есть, иначе вы не выбрали бы никогда в жизни себе подобного мужчину, который слаб. Понимаете? У которого есть вот подобные, собственно, поползновения в эту сторону. Ну, я имею в виду, там, вот эта ревность, да? Потому что, если бы он что-то, ну, вот нормальный мужчина, он когда заподозрил свою женщину, вот, в подобных нехороших вещах, там проводится один и единственный разговор, что солнышко, я-то очень надеюсь, что я ошибаюсь. Да? И давай, ну, если я еще раз заподозрю, я разбираться не буду. Мы просто с тобой расстанемся. Ну, потому что, ну, потому что, потому, мне это нахрен не надо. А здесь мужчина, получается, извините, трахает себя в жопу чем-то очень большим и без единой капельки смазки. То есть, он постоянно ревнует и при этом остается. Понимаете? То есть, соответственно, он себя не уважает. Он доказать вроде как не может, а постоянно все равно рядом с вами. Соответственно, может быть, вы себя где-то ведете так, что вы не замечаете. Допустим, у вас есть старинный одноклассник Коля. И вы любите с ним ходить в кино еще со школы. И вроде бы он к вам своего шмеля не запускал. Да? Ну, один раз на выпускном, как бы это не считается. И то там на полшишечки было. Кто там что видел по пьяни, да? А так мы сейчас просто с ним общаемся. У нас много общего. Понимаете? И ваш муж, как бы, огорчается по этому поводу. То есть, ему неприятно. Мало того, что он слышит подозрительное гудение шмеля. Ну, пускай даже шмель не опыляет цветок. Но все равно как-то, сука, ощущение не то. Понимаете? Так что, всякое может быть. Надо вас, как говорится, опросить подробнее. Тогда будет более ясно. Надеюсь, какие-то выводы вы сделаете. Как минимум из моего ответа. Заранее прошу не обижаться на то, что он очень общий. Какой вопрос, такой ответ, как говорится. Какой стол, такой стул. Понимаете? Муж слышит гудение шмеля. Сказал, так сказал. Это еще что? Я бывает такое выдаю. Да, да, да. И думает такой. Это ж неспроста. Бисмар от души. Мы все ближе и ближе к целям нашего эфира. Точнее, к их закрытиям. Взял обид весело. Весело. Да, 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 да. Взяла в обиход. Правильно. Хорошо, когда весело. Правильно. Это же круто. Это же солидно. Хлоя. Вы такая клевая. Спасибо вам большое. Вы двигаете финансовый поток, так сказать. Финансовый план, что не может радовать. Кстати говоря, и мой, и свой подобными действиями. И это меня очень греет. Когда люди что-то хорошее двигают. Это же очень здорово. Если женщина выглядит как ангел, а матерится как шахтер. О чем это? О том, что мужские энергии проникнули. Проникли в ангелочка. Понимаете? То есть многие ошибочно полагают, что если у женщины мужские энергии, то значит она и выглядит должна. Именно таким образом. Ну да. С одной стороны оно так и есть. По большей части. Но бывает. О, Аня. Аня, вы молодец. Спасибо вам большое за подарочки. С одной стороны оно так и есть, конечно. Но бывают и более хитро выделанные ситуации. Есть же разные аспекты личности. Вы же поймите. Вот помните, я говорил о том, что. Помните. У мужчины есть четыре задачи относительно женщин. Точнее как. Задача одна аспекта этих задач. Четыре. Это защита на четырех планах. Финансовом. Эмоциональном. Информационном. И какой там у нас еще, господи. Этот. Так. Физический, финансовый, информационный. А, эмоциональный. Эмоциональный. И вот там, где женщина, то есть и эти все, смотрите, вот эти моменты, женщина должна уметь принимать. Ну, то есть мужчина не просто обязан ее защищать. Но женщина еще позволять должна это делать. Так вот, чаще всего мужское у нее проявляется. Мужской, как это, мужские энергии. Когда, например, она физическом плане не доверяет мужчинам. Ну, то есть ходит на карате, штанги тягает, там, я не знаю. Это вот самая ярко выраженная история. Информационный план, когда, то есть она начинает превращаться в ходячую энциклопедию, да? Допустим. Вот. Или там в карьеру упоролась по полной программе. А то, что она матерится как сапожник, это еще может, кстати, сказать даже не то, что о мужских энергиях. А скорее на низкие вибрации залезла, вот, очень сильно. То есть и вопрос, когда она перестанет выглядеть как ангелом, ну, это вопрос только времени, понимаете? Всего лишь вопрос времени, на самом-то деле. Ну, на бокс то же самое, понимаете? Ну, это вопрос времени, поймите. А ну, потом, как по-моему, вот, человек живет на своем ресурсе пока что. Вот. А потом, ну, раз, и все. Ой, 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 оргазм, ты куда? Либидо? Остановитесь, ребята. Волосы там начинают сыпаться. Начинаются проблемы в, например, с кожей могут начаться проблемы, да? Со спиной, с суставами. А че? А как? А я, а? Ну, так говорят, это экология плохая. Ну, да, блядь. Вообще. Нужен совет, можно написать вам в личку. Можно. Я на советы отвечаю в прямом эфире в пятницу. В 22.00 по Киеву я начинаю. Поэтому, хотите, приходите, я вам отвечу. Ну, то есть, вы сейчас напишите. Я это дело зачитаю в прямом эфире. Естественно, я же не буду говорить, кто это писал. Вот. И не переживайте, вы не единственный. Вот. Вот у меня там уже есть, припасено немножечко, так сказать, на послезаврешний эфир. Вот. Могу вам предложить вот такое. У нас целая рубрика по этому поводу. По пятницам. В 22.00 по Киеву. Вот. Жди меня, да. Вот. Моральное истощение может быть? Истощение может быть всякое там, и не только моральное. Там истощиться может все что угодно, я вас уверяю. Я не хочу такое. Ну, так и не надо. Как это исправить? Ну, перестать делать то, о чем я сказал. Принимать защиту от мужчин. Превратиться в белого пушистого кролика. Развивать себе женские качества. Работать над собой, а именно над своими страхами. Над своими всякими там вот этими тараканами в голове упорядочить их, скажем так. Может и не разогнать, но заставить их сидеть ровненько, понимаете. И ходить строем. Чтобы они не устраивали у вас там малину, воровской сходняк, понимаете. И тогда будет замечательно. Вот так вот, ребята. Работа над собой. Не иначе. Не иначе. Такие вот дела. Так, котики мои ненаглядные, что пришло время пойти за чашечкой кофу. Принять ванну я, наверное, буду принимать потом. Но выпью чашечку кофу, поэтому у нас сейчас будет пятиминутный перерыв. Я сейчас вот отвечу ангелу во плоти. И сделаем перерыв. А что делать, если работа над страхами противоречит моей пушистости? Схрена ли она ей противоречит? Вы как? Удобно вы устроились. Как это, блядь, связано одно с другим? Вы не путайте теплое с мягким. А штанга сходная норм? Что такое сходная штанга? Я, извините, за недалекость. Поясните это что? Вот. Давайте сделаем так. По поводу страхов. Ну окей. Ну ладно. Вот так хотите, да? Хорошо. Давайте так. Пятиминутный перерыв. И будем разговаривать, как работать со своими страхами. Договорились. Кому нравится, поставили плюсик. Чтоб я понял, что вам это надо. Вот. Я сейчас заварю себе кофейка. Просто тема обширная. Она непростая. Вот. Мы с вами подробнейшим образом эту ерунду разберем всю. Вот. А если человек... А если женские дела скучно, бок штанга норм. Ну, значит, будьте готовы принять флеш-рояль-фокс последствия от такого своего выбора. Вам же никто не запрещает, на самом деле. Хотите? Да, пожалуйста. Хотите заниматься штангой, ходить на бокс? Да никто ж не против. Спасибо, родной, за плюс один. Никто ж не против-то вообще. Пожалуйста, ходите. Но последствия будут такие, как я сказал. Вот. Есть цель, при помощи которой я взлечу. Вот там надо переть как танк. Там еще не факт, что это ваша цель. Послушайте, быть женщиной, это не вышивать крестиком. Если вас это, как говорится, кумарит, можно еще добавить ёпта. Понимаете, да? При всей любви к вам, уважаемая флеш-рояль. Поймите, ну, вы же хотите себе нормальных мужчин. Ну, соответственно, ведите себя как женщина. Не надо вышивать крестиком. Женщина может и не крестиком вышивать. Она может заниматься, не знаю, чтением информационного потока, готовить вкусную еду, может заниматься йогой, созерцать движение галактики, и не только нашей. Понимаете? Все что угодно можно делать. Не обязательно у вас, ну, вы же видите ваши проблемы сами. Лучше меня. Так, ладно, пятиминутный перерыв. Я кофейку пойду сделаю. Вот. И, соответственно, будем с вами разговаривать про этот, про то, как работать со своими страхами. Не бороться с ними, а именно работать. Это очень существенное замечание. В общем, ждите я вас. О, знаете, что я забыл-то? Ёлки па... Я вспомнил. Ребят, музычку-то я не включил. Вот я... Я вернулся. Ла-лейла я Шарантайлова-то. Как я мог забыть о музыке? Оп. Слушайте музло. Вот. И... Вот так вот у вас, как птенчиков накрою. Медитируйте. Идика Sanskrit. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Это все, что связано с материальным. Это в том числе род, это деньги, то есть это мать-земля и так далее, и так далее. Это красная чакра. Далее, вот видите, вы даже названия знаете индийские. Правда, что у нас славян 9-13 чакр, в отличие от восточных народов, у них 7. Итак, чакры, смотрите, это всего лишь указаны самые большие. На самом деле, в человеческом теле подобных узлов очень много. Огромное количество. Это просто самые большие, так сказать, станции узловые. И мы от восточных народов мало чем в этом плане отличаемся. Просто описывается по-разному это все. Так вот, продолжаем. То есть, красная чакра, она у нас отвечает за материальный план, так называемый. Дальше идет чакра оранжевая. Она отвечает за удовольствие. За радость. Скажем так, в жизни. Желтая чакра у нас отвечает за, так сказать, что называется, единение дух-душа-тела. То есть, соединение материального и духовного плана, так называемый. Дальше у нас идет зеленая чакра. То есть, ну, смотрите, оранжевая, то есть, красная чакра в районе паха. Оранжевая чакра где-то в районе пупка, чуть-чуть ниже. Желтая чакра это район солнечного сплетения. Зеленая чакра это район груди, грудная клетка вот здесь. Зеленая чакра, она, скажем так, отвечает за, ну, вот, принято считать, что за любовь, да, но если еще более правильно сказать, за вот это вот качество взаимодействия с окружающим миром. Да, то есть, это может быть либо любовь, либо ненависть. Вот, мы дальше подробнее поговорим. То есть, есть правильно работающая чакра, а есть неправильная. Я вам потом будет понятнее немножко. Дальше идет голубая чакра, горловая, так называемая. Это то, что и как вы транслируете в окружающий мир. Да, то есть, иными словами, что вы говорите, как вы говорите. Дальше у нас идет синяя чакра. Это вот здесь, в районе головы, то есть, то, что принято называть разумом, да. И в конце идет фиолетовая. Она находится в районе темечка и, как бы, немножечко выходит за его пределы. Фиолетовая чакра, она отвечает за, скажем так, связь с космосом, если можно так говорить. Давайте подробнее остановимся на красной чакре. Потому что вопрос был о страхах. Вы сейчас поймете, зачем я все это рассказал. Потому что, не понимая базовых принципов строения человека, будет непонятно, о чем пойдет речь дальше. Вот, в чакрах, в энергоузлах, энергия может идти, двигаться либо правильно, либо неправильно. Если это представить несколько метафорически, то, вот если вы посмотрите на человека со спины и представите, что каждая чакра это некий цилиндр, ну, то есть, вот, допустим, давайте, сейчас, надо какой-нибудь, о, вот он, я уже, вот такая интересная тренога, вот он человек, допустим, такой, вот человечек. И у него, ну, давайте представим, вот у него паховая область, это у него ножки, и вот у него одна чакра, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и так далее, да. И вот, представьте себе, что, вот, есть некий цилиндр, как будто бы, и вот это, если вы на человека смотрите со спины, вот эта чакра, допустим, в нашем случае красная, ну, давайте я красную ручку возьму, чтобы было нагляднее, вот. Вот она находится, то есть, вы смотрите на человека сзади. И этот некий энергетический цилиндр, если смотреть на человека сзади, он вращается в нормальном своем состоянии, как бы вращается по часовой стрелке. То есть, он в движении находится, вот в таком вот, если смотреть на человека сзади. И, если он двигается нормально, если все в порядке, то связь со всем материальным происходит нормально. Ну, то есть, у человека есть деньги, он нормально, ну, то есть, скажем так, он не боится взаимодействия с этим материальным миром. У него как раз-таки нет этих страхов, да, то есть, он не боится каждого шороха, надо и не надо. Но вот если у него идет какое-то нарушение, и в самом хреновом случае чакра начинает, она либо останавливается, грубо говоря, либо начинает вертеться в обратную сторону. То есть, она начинает, как бы, энергопоток двигается в обратном направлении. Человек, получается, не взаимодействует так, как нужно со всем этим, а он, ну, в каком-то смысле является вампиром. То есть, он пытается больше, 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 и в итоге, ну, только сам себя разрушает от этого. Так вот, что такое страх? Страх – это боязнь, ну, грубо говоря, боязнь взаимодействовать с чем-то. Это не о том, что корень с детства, когда тебе базовую защиту не дали, в том числе и об этом. Вот, но вы должны понять, что по большому счету, вот так, если брать, то не так уж и важно, я еще раз говорю, по большому счету, не так уж и важно, с детства это пошло, с юности ли, или еще откуда-то. Да, по большей части, конечно же, это идет с детства. Вот, но сейчас речь немножко не об этом. Дело в том, что вы должны понять, давайте, вообще, вот, что такое страх? Страх, пробуем это разложить, понятие. Допустим, страх того, что не будет денег. Да, вот есть такой страх. Я боюсь, что денег нет, нету. Деньги – это энергия своего рода. Ну, то есть, она, грубо говоря, все люди больны, у всех свои страхи. Нет, вы ошибаетесь, не все люди больны. Вот, ну, хотя, да, достаточно много. Вот, безусловно. И вот, есть такой страх, допустим, я боюсь, что не будет денег. И человек начинает это жадно в себя впитывать. То есть, он не пытается взаимодействовать с этим миром. Что значит взаимодействовать с миром? Это когда мы, условно говоря, ну, не условно, а так, по факту, оно и есть, когда мы из определенной чакры отправляем в мир, вот таким вот образом, некий посыл делаем. Этот посыл делает оборот вокруг нас, входит. И я вам дальше расскажу интересный пример из одной известной сказки. Про цветик-семицветик. Вы, может быть, очень даже удивитесь, насколько это проницательная и прозорливая сказка, написанная далеко не дураками. Так вот, когда нету нормального взаимодействия, то человек боится этого дефицита какого-то. Знаете, еще вот есть такое выражение «я жопой чувствую». Да? Почему оно, откуда оно берется? Страх приходит как будто оттуда, снизу. Так и есть. То есть, страх – это нарушение движения энергопотока внутри. И ваша задача, вот как победить страх, как сделать так, чтобы перестать бояться. Вот многие рекомендуют и, в принципе, делают это абсолютно верно. Нужно пойти на свой страх, на своих условиях. Ну, например, вы боитесь того, что у вас не будет денег. И раз уж тут у нас про отношения, давайте не про деньги, давайте про, например, вот человек боится остаться один. Вот я боюсь остаться один. И идея в чем? Идея в том, что нужно сказать, если я боюсь остаться один, хорошо, я останусь один. И что будет? Да? То есть, ну, в каком-то смысле, клин-клином. То есть, смотрите, здесь идея в том, что вы, во-первых, должны изучить этот страх. Вот, допустим, ладно, давайте, допустим, про деньги. К примеру. Вот, человек боится, что у него не будет денег, что он останется без ничего. И да, совет ему, останься без ничего. В свое время на тренинге, на бизнес-тренинге, у меня был такой страх, я бы там проработал, когда еще не занимался этими всеми плотною практиками. Вот. Мне тренер сделал такую практику интересную. День бомжа называется, да? То есть, мне нужно было прожить, ну, бывало я на эфире, помню. То есть, мне нужно было одеть костюм бомжа и бомжевать целый день. То есть, в чем идея? Идея в том, чтобы показать себе, что на самом-то деле ничего в этом страшного нет. То есть, если у тебя не будет денег, то небо на землю не рухнет. Более того, и тебя не разметает по мирозданию, и ничего страшного с тобой не произойдет. И в любом случае, ты всегда будешь с ресурсом. Только веди себя правильно. Вы почему думаете, люди становятся, например, бомжами? Да потому что им всячески пытаются показать. То есть, они сами не хотят, грубо говоря, этим заниматься. Им хорошо, на... Вот тебе отсутствие денег. Подумай. Почему люди остаются одинокими? Потому что они постоянно пытаются всосать из других людей. Давай, ты мне нужен, без тебя я умру. Понимаете? А идея-то как раз в том, чтобы этого не бояться. Как только вы боитесь что-то потерять, вы это обязательно потеряете. Я вижу, тут пошли комментарии. Принять ситуацию, да. Кроме того, когда есть еще и перед детьми ответственность. Не хочу увидеть их глаза, что мы будем есть. И кочевать, и отвратительное ощущение. Вот видите, как вы хорошо себе придумали. То есть, от того, что у вас будет страх, этот, поймите, это обязательно произойдет. Обязательно. Понимаете? Я знаю огромное количество примеров, в том числе и на себе. Когда люди, в том числе и с детьми, кстати. Ладно, вы можете сказать, вот тебе легко говорить, ребят, спасибо за ваши подарочки. Сергей, Хлоя, спасибо вам большое. Вот, у тебя нет детей, тебе легко рассуждать. Я знаю людей, вот, я знаю, не обошлось. Понимаете? Вот вы пишите, уже было, слава Богу, обошлось. Да не Богу, слава. А вам слава, потому что вы пошли на этот страх, вы оказались лицом-лицом перед ним. И вы его смогли победить. Обошлось не потому, что ангелы к вам спустились и сказали, ну все, даруем тебе за... Нет. В том-то и фокус, чтобы победить монстра под кроватью. Поверьте, он вас боится еще больше, чем вы. Вам надо включить фонарик и посветить туда под кровать. Ну, вылазь. Ну, давай, вылазь. Понимаете? Ну, я, конечно, понимаю. И не хочу больше. Вот, смотрите. Еще раз вам говорю. Поймите правильно. Что, когда вы чего-то боитесь, вы раскручиваете нижний энергоцентр в обратную сторону. Понимаете? И у вас начинает это убывать. То есть, вращаясь в правильном направлении, энергоцентр, когда работает правильно, он правильно взаимодействует с энергиями, в том числе с энергиями денег. А как только вы начинаете испытывать чувство страха, то у вас это уходит. Оно не может к вам прибиться просто. Вы его отталкиваете сами. Понимаете? Вот запомните такой закон. Когда вы боитесь чего-то потерять, вы это потеряете. Обязательно. Если человек боится, что от него уйдет девушка или будет трахаться с неграми, она будет трахаться с неграми и уйдет. Это всего лишь вопрос времени. И вы должны понять, что в мире... Привет, родной. В мире всего на всех достаточно. Представьте себе ситуацию. Вот приходите вы к другу своему какому-то. А он... Значит, у него стоят пустые банки закрученные. Огромное количество по всему дому. Вы говорите, а что это ты? Он говорит, а я воздух на черный день собираю. В смысле? Он говорит, ну а если что-то пойдет не так, я вот воздухом запасся на всякий случай. И я его, значит, собираю здесь. Вот как вы на него посмотрите? Подозрительно же, да? Вот поверьте, с деньгами то же самое. Ребят, всем добрый вечер, всех рад видеть. С деньгами то же самое. Понимаете? С людьми то же самое. Мы себе накапливаем огромное количество денег там под подушкой. Вот если кто знает историю, может, кто сам застал. 91 или 92 год. Реформа Павлова. Или 90, я вот не помню. Короче, когда все накопления на сберегательных книжках просто превратились в воздух. Все. Представляете? Люди копили всю жизнь, складывали на книжку эти деньги, а в одно утро они проснулись, и этих денег фактически не стало. Все. Поверьте, забрать у вас что-то не составляет никакого труда. Например, жилье. Вот это война, да? Вот война. Многие люди говорят, вот я осталась без жилья, пришлось уехать, то есть люди очень привязаны к своему жилью. Вы должны понять, вам здесь, в этом материальном мире, ничего не принадлежит. Вы этим можете только пользоваться. Какое-то время. И вот многие люди, кто-то сделал вывод, кто-то нет. Я знаю людей, которые выводы сделали, и знаете что? Переехав в другую страну, например, или в другое место, они получили жилье еще более клевое, чем у них было до этого. И более интересную жизнь, когда они поняли, что они не являются этим жильем, и страх его потерять ушел. Понимаете? Это прямая трансляция, да, это прямая трансляция про реформу и прокрактику бомжа. Да, было. Ну, было. Я повторяю, очень много раз бывает. Да. Смотреть на это, как на новые возможности, конечно, Юлия. Вот. Я осталась без машины и жилья. Ну, вот. Ваша задача понять, что... Ну, я не знаю, там вы испытываете по этому поводу сильное огорчение или нет, но поймите, что-то уходит, что-то приходит. В этом смысле есть очень хороший пример с аэропортом. Для того, чтобы приземлились новые самолеты, предыдущие должны улететь. Ну, вот, некое движение. Понимаете? Распрощаться и поехал дальше. Так? Да? Муж умер. Это все, безусловно, неприятные вещи, с одной стороны. А с другой стороны, вы должны понять, что в этом мире есть только вы у себя. И все. Вам ничего и никто здесь не принадлежит. не люди, не вещи, не даже ваши дети. Перед вашими детьми у вас ответственность есть до определенного возраста. Ну, то есть, помочь им просто, чтобы они с голоду, условно говоря, не умерли. Все остальное уже, как бы, их там выбор, пусть что хотят, то и делают. Так же и с людьми. Только больно с ними расставаться. Больно по той причине, что вы сделали их источником вашего счастья. Понимаете? Вашего счастья вы сделали источником его. А это неправильно. Потому что внезапно люди умирают иногда даже неожиданно. Как говорил Воланд, да? Люди порой внезапно смертны. Да и опять же, вы не можете знать, что человеку стукнет завтра в голову. Какая новая гениальная идея. Может он решит пороться в туз с Жаном Франсуа. Ваш возлюбленный, на которого вы там поставили всю свою жизнь. Понимаете? Будет предаваться Содомскому греху. На что он в принципе имеет абсолютно полное право. Понимаете? А вы пойдете себе вены вскроете. Ради чего? Ну пойдите тоже прибегните прибегните к чему-то такому. Ну или там, я не знаю. Франсуа, Франсуа, да. Вот. Там какая-то большая жена ушла, у нас двое детей. Ребят, сейчас мы тему закончим и потом, уважаемые, будем уже отвечать на вопросы. Нурик, хорошо? Так вот, вот смотрите, по поводу страхов еще. Для того, чтобы достать это все из себя и вообще работать со своими страхами, вот вы должны понять, что каждую чакру, то есть быть бесчувственным нет, а с чего вы взяли, что не привязываться к чему-то это быть бесчувственным. Не путайте теплое с мягким. Помните, что я говорил, вот Юлия, вы не первый раз на эфире и вы точно слышали, я это в вашем присутствии говорил, что такое любовь? Напишите мне, пожалуйста, что это? Определение, оно вместится в одно сообщение. Напишите, пожалуйста. Если вы не помните ничего страшного, да, это не будет говорить о том, что вы какая-то неправильная или тупая, вот, но напишите, а любовь в целом, что такое? В том числе, смотрите, любовь к себе и к любовь к окружающим это в принципе одно и то же. Один и тот же процесс. Нет, Юлечка, давайте сейчас объясню. Безвозмездная отдача, правильно пишет человек, химия, нет, не химия. Смотрите, вот, сейчас, бисмар, да, вот, правильно вы пишете, любовь, это безвозмездно, или же, как это, ну да, безвозмездная передача энергии другому человеку либо объекту. Понимаете? То есть, когда вы что-то отдаете и взамен ничего не требуете, и при этом, что очень важно, вот это вот упускается этот момент, при этом вы не страдаете, при этом вы счастливы. Вот это очень важно, потому что, когда человек, отрывая от себя кусок мяса, последний, кидая его своему, типа, возлюбленному, говорит, забирай, а сам сидит и плачет, это не любовь, это какая-то херня, я даже не могу подобрать слово, что это такое, но это явно не любовь, это точно не любовь. Так вот, любовь к себе, это умение принимать себя таким, каков ты есть, со своими плюсами, минусами, и понимать, что ты достоин того, чтобы тебя любили и таким, и безусловно, конечно, нужно расти, надо в себе что-то исправлять, там, да, для того, чтобы взаимодействовать с кем-то, там, каким-нибудь, ну, грубо говоря, чтобы попасть в тусовку миллионером, надо стать миллионером, да, вот, и это нормально, но это не значит, что вас могут не любить, понимаете, сейчас расскажу, вот, то есть, смотрите, любовь к себе, вот смотрите, вот, был вопрос про бесчувственность, да, то есть, вы любите себя, вы любите окружающего, это чувство, чувство, но вы не привязываете их к себе, понимаете, вы можете любить своего сына, например, но вы не пытаетесь им управлять, как говорят, я из любви, я ж люблю его, и я, типа, знаю, как лучше, любовь, это когда вы ему что-то готовы отдать, и не говорить, вот, типа, вот я ж тебе квартиру купила, вот обязательно женись теперь, что, просто так, что ли, я к тебе ее купила, давай, иди учись туда-то, да, вот еще более страшный пример, любовь, это когда, например, вы любите какого-то человека, противоположного пола, да, вот, и, а допустим, он вас не выбирает, ну, иными словами, он не хочет с вами шпилевилиться, он не хочет с вами жить, он хочет жить с кем-то другим, и вот если вы его действительно любите, для вас это не будет проблемой, ну, не хочешь, не хочешь, иди, хорошо, я все равно тебя люблю, не так, что я все равно тебя люблю, и сидит, да, и ходит, блядь, по тарологам, по гадалкам, будем ли мы вместе, пауза или конец, нет, а именно вы спокойно к этому относитесь, ну, хорошо, почему, потому что вы прекрасно знаете, что вы себя любите, вы классный или классная, и вы найдете с кем, ну, собственно, разделить ложе, потереться писечками, понюхать жопки, и будет вам замечательно, и так, и огромное количество людей интересных, просто ваши дороги разошлись, ну, ничего страшного, разбился, например, там, не знаю, телевизор, телефон, машина разбилась, ничего страшного, ну, все живы, все здоровы, слава Богу, все в порядке, значит, купим лучше, понимаете, а мы возносим это в какой-то сакральный план, вот касательно страхов, сейчас, или это надо развивать в начале отношений, как обычно, те, кто проглотил одно сообщение, поймите, любые отношения в идеале бы начать только тогда, когда вы любите себя, когда вы к себе относитесь хорошо, любите себя, тогда и можно начинать отношения, и вы не позволите другому человеку уже автоматически, то есть, ну, поймите, может быть и так, что вы любите человека, он делает какую-то херню, вы говорите, родной, ну, извини, конечно, но при всей моей любви к тебе, но не, я пошел, и вы это делаете даже не со слезами на глаза, скажем, ну, жалко, конечно, ну, ладно, что, но вы не позволяете себя обижать, не позволяете на себе ездить, понимаете, так вот, смотрите, вернемся к страхам, как это прорабатывается, пойти на него, на этот страх, боитесь остаться одна, побудьте одна, побудьте, подскажу вам такую штуку, как медитация, что такое медитация, это не что-то нереальное, космическая магия 25 уровня, не, не, все проще, я вас уверяю, вы сами иногда медитируете, даже не знаете об этом, медитация это, привет, Марина, это некий осознанный фокус внимания, на чем-то, да, то есть первое, что нужно сделать, это отключить внутренний диалог, то есть перестать тыкать пальчиком по клавиатуре вашего, собственно, пульта управления, то есть начните с чего, начните с того, что сразу скажу, не надо там какую-то специальную позу занимать, займите удобную позу, только не лежачую, почему, потому что если вы займете лежачую позу, вы можете заснуть, вот, если вы еще в процессе медитации заснете, и там улетите куда-то, вы можете не приземлиться потом обратно, а нам это что? Правильно, нам это не надо, поэтому вы можете занять любую удобную для вас позу, не обязательно поза лотоса, просто сядьте как-нибудь, чтобы вам было удобно, опять же, не развалившись там куда-то, да, еще раз говорю, чтобы вы не заснули, я это просто 10 раз повторяю, чтобы было понятно, вот, и вы должны уметь фокусировать свое внимание, как натренироваться, ну, самый простой способ, всем известный, сфокусируйтесь на какую-то точку, проще всего на огонь, берете, зажигаете свечечку, и в нее вот так вот воткнули, что называется, смотрите на нее, и при этом у вас в голове должна, если бы вы были цветком, то каким? Я не хочу быть цветком, я понимаю, у вас там, наверное, какие-то образы пошли движением, я не хочу быть цветком, мне не надо, вот, я не цветок, в каком-то смысле, я даже не человек, поэтому я прошел этот путь давным-давно, я все цветы люблю, они все красивые, вот, даже те, которые едят этих самых, они тоже по-своему хорошие, так вот, значит, смотрите, ну, не обижайтесь, я понимаю, вы хотели что-то такое интересное, я понимаю, образно все остальное, ну, просто я даже об этом не думаю, ну, зачем мне это нужно, ну, да хрен его знает, не знаю, ну, то есть, мне это не надо, значит, смотрите, по поводу медитации, сейчас, давайте внимательно, вы послушайте, пожалуйста, вот, сфокусируйтесь, вы должны научиться фокусироваться на одну точку, и при этом, и при этом, у вас должен отключиться внутренний диалог, иными словами, в голове должна наступить тишина, ну, то есть, грубо говоря, вы берете что-нибудь, ну, условно, вот, ручка, вот, я на нее сфокусировался, то есть, макушка ручки находится в пространстве, да, в определенном, вот, я на нее сфокусировался, я эту ручку убираю, и я продолжаю на нее смотреть, в эту точку, я на нее сфокусирован, все, я никуда не деваюсь, следите за моими глазами, еще раз, смотрите, вот ручка, вот, я на нее смотрю, видно, да, вот она, смотрите на мои зрачки, вот, я на нее сфокусирован, теперь я убираю ручку, все, у меня фокус внимания в той же точке, ровно в той же, смотрите, не куда-то вдаль там, нет, она там же, и вы должны научиться это делать, кому-то это будет легко, кому-то проще, то есть, может быть, да, было ощущение, могло показаться, что как будто я отлетел куда-то, как будто я ушел в себя, все правильно так и есть, по факту оно так и есть, и это, еще раз вам говорю, это не какая-то там что-то, нет, это должен вообще каждый делать, этому в школе должны обучать, если уже на то пошло, то есть, то есть, нужно прогнать все мысли, ну, не прогнать, просто остановить, не надо их пинками под жопу, нет, остановились, то есть, просто остановитесь, в этом месте еще раз, ручка, вот уже другая, давайте я в другую сторону, вот она ручка, смотрите, вот в пространстве это точка, вот она, она здесь находится, видите, то есть, не дальше, не ближе, не сверху, не снизу, она именно здесь, вот я на нее смотрю, на эту точку, все, вот она здесь, вот я ее раз и поймал, видите, идея в чем, то есть, обратите внимание, она не где-то там далеко, то есть, сам принцип я сейчас показываю, я не вхожу при вас в медитацию, зачем мне это нужно, вот, то есть, это очень важный момент, почему я так на нем долго заостряю внимание, потому что это очень важно, чтобы в моменте научиться ловить точку, и быть сфокусированным только на ней, ни на что больше, дальше лайфхак, бывает такая ситуация, что, вас постоянно что-то отвлекает, начинает чесаться жопа, встает песос, если ты мальчик, и страшно, если вы девочка, и у вас тоже встает песос, ну короче, начинаются какие-то эти самые, вот, короче, процессы происходить, вы начинаете слышать, как там, я не знаю, муха летает у соседей по комнате, мертвая, для этого, смотрите, вы тоже должны, ну то есть, сделайте себе такую помощь, как лайфхак, поначалу, если прям совсем не получается, делайте следующее, допустим, если у вас слуховые начинают, ну, на слух вы отвлекаетесь, включите метроном, скачайте приложение, называется метроном, вот, поставьте 60 ударов в минуту, ну то есть, да, ну или, к куху эти самые, эти самые, часы какие-нибудь бабушкины, поставьте, то есть, и, он будет вам помогать, сосредоточиться, если, например, вы, постоянно что-то чешется, знаете, вот бывает, чешется, болит, тянет, колит, блять, еще что-то, возьмите что-нибудь в руки, ну вот, что-то по типу вот такого, сидите, перебирайте, это может быть антистресс, знаете, есть магнитики такие, антистрессы, такая, металлическая такая херня, вот, четкие есть, есть там, много разных, но это не совсем четкие, оно похоже на четкие, ну, короче, не важно, в общем, займите чем-то руки, только чем-то, чем-то хорошим, ну, как, не пошлым, вот так вот, правильно сказать, то есть, займите чем-то руки свои, вот, то есть, я надеюсь, это понятно, то есть, вы, я крышку от колы гнула, ну, тоже хорошо, вот, то есть, чем-то надо свое, ну, вот это, тактильное ощущение чем-то занять, то есть, ну, в идеале вообще ничего вам не нужно, то есть, вам даже свеча эта не нужна, вам просто найдите любую точку в пространстве и на нее просто воткните, вот, а потом, дальше, когда вы научились хорошо это делать, делаем следующее, вот, это не самокопание, нет, вы немножко не понимаете, к сожалению, вот, это не совсем то, вы ошибаетесь, значит, смотрите, а дальше, вам нужно сфокусироваться, собственно, на своих, ну, на себе, то есть, мы идем снизу вверх по каждой из чакр, по энергоцентрам, каким образом, мы это делаем, самокопание, негативно, вплывая на выучение СЭБЭ, Светлана, давайте я сейчас дорассказываю, и мы об этом поговорим, есть разница, самоанализ и самокопание, вот, самокопание, это плохо, самоанализ, это хорошо, так вот, смотрите, ваша задача, сфокусироваться на своей красной чакре, то есть, вы должны себе представить, чтобы вам было легче, можете погуглить картинки в интернете, напишите, чакры, да, и поставьте там, картинки, вот, и вам вывалится картинка, найдите, какая вам больше нравится, вы должны примерно себе визуализировать, что это такое, то есть, чакра это, в общем виде, если так ее визуализировать, в данном случае, красная первая чакра, да, она находится в паховой области, да, и она, это как вращающийся такой поток, вот, но для простоты можно представить шар, просто красный шар, вот как хотите, так и представьте, это может быть пламя красное, что угодно, то есть, вы это себе дело представляете, и вот вы должны на него полностью сфокусироваться, вот как вы фокусировались на точке, в пространстве, вот точно так же вы фокусируетесь на энергоцентр, и вот здесь уже, уже начинается самое интересное, вы должны, ну, знаете, на что это похоже, как будто бы, как будто бы, вы должны с ней как будто поговорить, что ли, то есть, должно возникнуть что-то по типу диалога, то есть, как будто бы вы, смотрите на нее, и задаете туда вопросы, все ли с тобой в порядке, как ты, чем я могу помочь, что я могу сделать, какие проблемы, спасибо большое за поддержку, спасибо большое, ребята, вот, вот, то есть, в принципе, и все дальше, если вы сейчас все сделали правильно, до этого момента, ну, дальше вы разберетесь, вам ответы будут приходить, понимаете, самостоятельно, прямо сейчас это не надо пробовать, вы должны быть сфокусированы, вам начнут приходить ответы, и в том числе, и относительно ваших страхов, вы можете чуть ли не задавать вопрос, я боюсь вот этого, что мне делать, какая природа этого страха, вплоть до того, не надо какие-то особые слова, там, я не знаю, заклинания, вот это все, нет, просто поговорите, как бы сами с собой, что я могу сделать, для того, чтобы все было хорошо, понимаете, то есть, ну, как-то так, и, если вы все сделали правильно, ответы, в принципе, начнут приходить, потихонечку, то есть, вы должны, как минимум, представить, и закрутить ее, в правильную сторону, то есть, помните, я говорил, что, в правильном состоянии, энергопоток, двигается, по часовой стрелке, если смотреть на человека, сзади, со спины, попробуйте представить себе, только специально, это не делайте, вот, именно специально, не рисуйте картинку, поэтому, и нужно, отключить все мысли, попробуйте увидеть, что с ней происходит, в данный момент, и попробуйте ее, как бы, как бы, начать крутить, в правильную сторону, аккуратно, не надо подходить, и с носка, и уебать, чтобы она, давай, ёпта, давай, заводись, родная, че ты, не надо, это, это же вы, и точно так же, и точно так же, вы делаете с каждой из чакр, постепенно, понимаете, то есть, например, у каждой чакры, у каждого энергоцентра, есть блокирующая энергия, то есть, ну, грубо говоря, то, что ее блокирует, например, центр удовольствия, ну, давайте, кто знает, что блокирует центр удовольствия, оранжевую чакру, красную мы уже выяснили, ее блокирует страх, вот, только не гуглите, давайте, просто, ничего, если вы ответите неправильно, ничего страшного, если вы ошибетесь, мы же, ну, тут двойки не ставят, это вообще неправильно, ставить людям двойки, просто честно, да, кто знает, напишите, кто не знает, нет, не совсем верно, блокирует, оранжевую чакру, стыд, чувство стыда, то есть, если красную блокирует страх, то оранжевую блокирует стыд, это центр удовольствия, и вот у многих людей, значит, заблокированной оранжевой чакрой, они, например, могут, ну, допустим, вот даже такая вот, все же любят тему, тему секса, да, всем нравится секс, всем нравится чпокаться, так вот, вот есть, например, девочки, которые, или мальчики, которые стесняются оральных ласк, то есть, которые и сами стесняются делать, и стесняются давать свой, так сказать, половой орган к утехам, это есть, то есть, они не могут это удовольствие получить, кто-то боится раздеваться в этом процессе, кто-то боится это делать со светом, кто-то боится выступать на публике внезапно, да, то есть, вот, опять же, вроде боится, но на самом деле, что, стыд, мне стыд на себя проявить, как-то, то есть, я вот выхожу на публику, и я стесняюсь, да, человек говорит, и он начинает оправдывать, да, ну, я там, то есть, стыд, то есть, смотрите, здесь то же самое, опять же, технология такая же, давайте мы вообще пройдемся по всем чакрам, раз уж пошла такая, пошла такая движуха, давайте, по всем чакрам будем идти, или на вопросики отвечать будем, о мирском, так сказать, поставьте плюсики, если хотите продолжить про чакры, мне надо понимать, вообще, мало ли, может я тут, этот самое, о, пошли плюсики, заебись, хорошо, вот, хорошо, значит, смотрите, логика работы такая же, то есть, то же самое, что мы делали, то есть, медитация всегда по чакраму идет следующим образом, ну, вот, пока что, делаете снизу вверх, да, у меня, у меня тремор начинается выступать на публике, ну, всегда, да, по-разному, то есть, смотрите, вы должны, опять же, фокус, внимание, да, настроили, пошли, на оранжевую, на красную, сфокусировались, да, закрутили ее, поговорили, посмотрели, как она там, пульсирует, крутится, че, 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 почем, хоккей с мячом, да, то же самое, потом вы поднимаетесь на оранжевую, только уже там полезут не страхи, а полезет всякая стыдоба, которая вам, да, ну, типа, не, ну, не гоже, срамоту прикрой, вот это все, да, когда там говорят, не кричи в детстве, да, и, ну, короче, человек стыдится себя как-то проявлять, не важно как, и от этого он не может получить удовольствие, то есть заблокирована эта чакра, вот, дальше у нас идет желтая чакра, это единение, грубо говоря, физического и материального, этого, господи, физического и материального, как его, скажите, пожалуйста, материального и духовного, да, плана, так называемого, вот, точно с красной зоны нужно начинать, да, сейчас не надо это делать, я вас очень, вот, прямо сейчас я, пожалуйста, вы послушайте, а потом делайте, сейчас не надо, вот, не, ну, я опять же не заставляю, как хотите, можете, но, тогда получится, что, ну, вы можете отвлекаться, короче, вы можете улететь не туда, куда надо, я вам очень рекомендую, сейчас, прямо это делать, вот, потом, наедине, сядете, будете всем этим заниматься, вот, это же личная практика, для каждого, вот, это, как, в каком-то смысле, физкультура, что ли, вот, и так далее, значит, смотрите, желтая чакра, это, единение материального и духовного плана, это умение отдавать и принимать, как вы считаете, что блокирует желтую чакру, у нас был страх, красная чакра блокируется страхом, оранжевая у нас блокируется стыдом, а, желтая у нас блокируется, как вы думаете, чем, давайте, нет, пока что нет, 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 вы правильно думаете, ну, в смысле, вот, чувства, да, какие-то чувства, ощущения, какие, чувства, чего, чувства, можно это назвать, да, состояние, абсолютно верно, жадность, желтая чакра блокируется, чувством жадности, когда человек жадный, по отношению к себе, и по отношению к другим людям, соответственно, то есть, желтая чакра, это умение, создавать, что называется, обмен, ну, грубо говоря, то есть, не жалеть для себя, чего-то, что-то отдать, ну, вы поняли, да, и что-то взять, кстати, в том числе, это есть, на самом деле, блокируется, жадностью, опять же, движение, проработка, точно такая же, прорабатываем так же, маленький спойлер, все прорабатывается аналогично, снизу вверх, не пропуская ни одну, дальше, у нас идет зеленая чакра, да, как вы думаете, чем блокируется у нас зеленая чакра, да, красная страх, вот, да, очень близко, к ненависти, зеленая, это умение обмениваться, скажем так, с окружающим миром, умение дарить любовь, себе и окружающим, так, ребят, мне тут пишут одно очень важное, ребят, сейчас, секунду, я на секунду поставлю эфир на паузу, мне просто нужно ответить, хорошо, и я вам, это самое, да, сейчас накидайте пока этих самых, сейчас я вернусь, сейчас, секундочку, я вернулся, это че, э, музыка где, маленькие, так вот, смотрите, так, я здесь, все работает, работают все радиостанции, все хорошо, я вернулся, вот, значит, смотрите, блокируется зеленая чакра, многие путают с ненавистью, но это не совсем ненависть, а скорее желание отдать кому-то негатив, то есть, смотрите, давайте разберемся, любовь, это когда ты отдаешь человеку безвозмездно делишься энергией, а ненависть, и это тоже нормально, когда тебе на человека насрать, то есть, вообще ноль, пофигу, вот это есть ненависть, и эти оба состояния, они нормальные, а вот когда ты, хочешь, человеку как-то нагадить, каким-то образом, вот это, вот это, и нет, безразличие, это как раз и есть часть, нет, смотрите, равнодушие и безразличие, я понимаю, да, я сам на этом долго тупил, не мог понять, то есть, идея в чем, идея в чем, идея в том, что здесь расклады Тару не делают, это этажом выше, пожалуйста, вот, идея в том, идея здесь в том, что смотрите, как раз таки, ненависть, это отсутствие любви, то есть, это ничего, это противоположность, а когда вы гадите, вот это таки и есть разрушительная энергия для зеленой чакры, понимаете, когда вы хотите расхреначить что-то там, то есть вы, вот давайте я вам приведу пример, смотрите, вот допустим, сделал вам человек, что-нибудь нехорошее, то есть, допустим, послал вам негатив, хочет вас побить, ваша задача, ну, допустим, он лезет к вам с кулаками, ваша задача его вырубить, ответочку дать, то есть, ну, вам прислали негатив, ну, вы отдали то, что вам прислали, ну, в принципе, все, можете сказать, да будь ты вечно счастлив, родной, потому как, если ты будешь счастлив, то ты такую херню пороть больше не будешь, и все, и вы не занимаетесь тем, что рассказываете ему о том, что вот, гори там, там-то, там-то, чтобы тебя енот пьяный отодрал, не надо ничего этого, не возвращайте человеку более того, что он заслужил, ну, то есть, к вам пришел человек вот с этим, верните ему это, и все, и никак с ним не взаимодействуйте уже, или любите, понимаете, по поводу зеленой чакры, понятно, по поводу зеленого, так сказать, энергоцентра, поставьте плюсики, если понятно, мы пошли дальше, если нет, задавайте вопросы, может еще какие-то вопросы есть, по поводу того, что уже было, красная, оранжевая, желтая, ну, вроде все всем понятно, хорошо, вот, дальше, идем, у нас голубая чакра, голубая чакра, она, про янота зашло, все правильно, вы считаете свои утверждения, единственное, правильными, для себя, да, а для вас, вы уже можете, ну, как хотите, я вам делюсь своими знаниями, своим видением мира, если вы его видите как-то иначе, окей, то есть для меня, то, о чем я говорю, оранжевая стыд, енот не самое плохое, это да, привет с Бельбека, и вам большой привет, добрейшего вечера, добрым людям, зашел поздороваться, очень рад видеть, аналогично, как говорят одни люди, симметрично, так вот, продолжаем, следующее у нас идет голубая чакра, или горловая, она говорит нам, о чем, о том, что мы, собственно, транслируем, в окружающий мир, в том числе, своим ртом, да, как вы считаете, что перекрывает, притом наглухо, эту чакру, в вопросе уже даже есть ответ, нет, нет, давайте думать, ну вот смотрите, вы что-то говорите, недосказанность, ну где-то очень близко, где-то очень близко, то есть вы говорите, транслируете что-то в этот мир, как вы считаете, что вам может навредить в этом случае, давайте думать, сомнения, ну где-то, где-то, наверно, может вы и прошли трансформацию, это хорошо, горловую чакру блокирует ложь, когда мы врём, неважно кому, себе или кому-то другому, то есть, когда мы лжём, это блокирует нашу голубую чакру, горловую, то есть, смотрите, не просто так и не дураки говорят, что нельзя врать, когда человек врёт кому-то, он не другому даже человеку плохо делает, он себе нахрен перекрывает голубую чакру горловую, голубой энергоцентр, понимаете, просто его, блядь, ну, соответственно, говори правду, помните, у кого правда, тот и сильнее, да, почему вам, я ж писал, я ж писал, попиздеть, ну я неправильно понял, ну мало ли, что вы имели в виду, вот, значит, вы были правы, вот, в чём сила брат, да, то есть, ну это один из аспектов силы, это правда, соответственно, как не перекрыть себе канал, почему вам приятно со мной, почему у меня сильная горловая чакра, я стараюсь всегда говорить правду, понятно, понятно бывает иногда, что вопрос, скажем так, жизни и смерти, иногда надо не досказать просто, кивнуть, ну потому что это реально опасно, но, в целом, я всегда говорю вам то, что я думаю о чём-то, вы у меня спрашиваете, вот приходит ко мне человек на консультацию, например, да, и человек говорит, вот, доктор, скажите, да, вот Андрей, ты же психолог, будет ли у нас с этой девушкой всё хорошо? Нет, не будет. Говорю я в некоторых случаях, когда действительно я не вижу на основании чего там может быть всё хорошо. То есть для того, чтобы всё было хорошо, и молодой человек, скажем так, должен над собой поработать, притом достаточно серьёзно, и девушка должна, если молодой человек ещё хоть как-то может, то девушка, к сожалению, накосячила уже столько, что просто поработав над собой, тот же молодой человек уже не захочет её видеть, пусть сколько раз она бы не прорабатывала там себя, понимаете? Вот и всё. То есть это очень важный момент. И поэтому вот люди ко мне-то и тянутся, понимаете? Вот вам секрет просто. Вот смотрите, человек говорит правду, и с ним приятно говорить. К нему люди тянутся, да? Возвращаемся к страхам, с чего у нас всё началось. Страх перекрывает. Не боитесь потерять деньги, деньги к вам тянутся, прикиньте? Не боитесь остаться одна? Уже трусами мокрыми будете отбиваться от всех, кто хочет с вами быть. Да ну так и работает. Не стыдитесь проявлять себя. Опять же, ты не знаешь, бегать голым по улице, хотя ну мало ли, что кого заводит. Будете получать удовольствие. стыдитесь сами себя, Не к тебе удовольствие. Никаких вам оргазмов. На бал ты, золушка, не поедешь. Понимаете? Дальше у нас идёт с голубой, я надеюсь, понятно. С горловой. Дальше у нас идёт синяя чакра. Как вы думаете, что блокирует её? Синяя чакра отвечает за разум, грубо говоря, мысли ваши. Да, ваш мыслительный процесс. Как вы думаете, чем блокируется эта чакра? Давайте ваши варианты ответов. Не надо подсматривать, просто как вы считаете. Не страшно ошибиться, ничего страшного, если вы напишите неправильно. В этом нет никаких проблем. Давайте, давайте. Тревога нет. Негативизм нет. Нет, осуждения нет, нет, нет. Сомнения где-то очень близко. Где-то очень-очень так рядом по поводу сомнений. В чём-то, в чём-то есть сходство. Давайте. Неуверенность, привязанность нет. Нет, 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 нет. Нет. Давайте подумаем. То есть, это мыслительный процесс, это мысли формы. Всякие разные. Эгоцентризм нет. Но мне нравится. Вы, в принципе, правильно думаете. Вы правильно думаете. А вот хорошо, ребят, вы пишете, вы начали понимать примерно систему. Вот. Просто когда вы это самостоятельно лучше изучите, ну, либо с моей помощью, либо ещё как-то, то, конечно, вы будете лучше понимать. Синюю чакру у нас блокирует, блокировщиком синий чакра является иллюзия. То есть, иллюзорность чего-то. Умение создать. Вот это когда человек, знаете, выдаёт желаемое за действительное. Создание иллюзии. Иллюзии блокируют синюю чакру. Что такое иллюзия? Давайте разберёмся. Это когда человек в упор не хочет принимать какую-то действительность. Да, сам себе придумывает иными словами. То есть, ну, допустим, опять же, наше любимое, да, там, отношение. Вот мальчик с девочкой встречаются. Девочка ведёт себя не очень хорошо. Гуляет с другими мальчиками. А её парень считает, что у них любовь до гроба, что она молодец. Понимаете? Или наоборот. Да? То есть, девочка любит мальчика, он там куролесит, короче. Уже её подружек перетрахал маму, кота. Скоро на хомяка её переключится. Вот. А она считает, что у них, собственно, что-то необычное. То есть, это иллюзия. Иллюзии блокируют синюю чакру. Ну, и фиолетовая чакра. Вот тут будет тяжело догадаться. Тут внезапный ответ на самом деле, что блокирует фиолетовую чакру. Давайте мы попробуем. Фиолетовая чакра, это, грубо говоря, связь с космосом. Ну, не грубо говоря, связь с космосом, скажем так. Как вы думаете, что блокирует её? В чём её проблема? Может наступить у неё? В каком случае? Тут вы вряд ли, ну, угадаете, додумаетесь. Ну, попробуйте. Мне просто интересно, как вы считаете. Алкоголь, кстати, да. Алкоголь блокируют? Да, да. В каком-то смысле, ну, нет. Но он может её перекрыть в том числе, кстати, да. Он вообще, в принципе, перекрывает, скажем так, отношения с вселенной, безразличие. Нет. Приземлённость. Приземлённость очень близко. Приземлённость очень близко. Развейте. Надо развить эту мысль. Приземлённость, а что, вот, давайте. Приземлённость, но... Зависимость и приземлённость очень близко. Да, да, вот зависимость и приземлённость. Ну, там есть прямо определение, правильно. Вы какие нихрена сякие, вы молодцы, слушайте. Да, доброй ночи, Анюта, доброй ночи. Привязанность, вот же, привязанность. Привязанность к материальному миру. Привязанность к материальному блокирует наглухо фиолетовую чакру. Ну, материализм ещё можно сказать. Да, да. Спасибо вам, Анюта, за цветочки. Спасибо вам большое за поддержку. И это самое сложное. Обратите внимание, что проработка каждого энергоцентра, давайте мы вспомним. Красный энергоцентр. Это страх. Да, мы тут сегодня о темах, о темах, господи, о чакрах, о медитациях. Смотрите, красный энергоцентр блокируется чем? Страхами. Да? В принципе, их проработать проще всего. Дальше стыд. Это фиолетовая, оранжевая чакра, оранжевый энергоцентр блокируется стыдом. Дальше у нас идёт жёлтая чакра блокируется жадностью. Это тоже не так просто быть нежадным. Для этого надо проработать как минимум страхи. Дальше у нас зелёный энергоцентр. Это, грубо говоря, агрессия в окружающий мир. То есть, желание испепелить кого-нибудь там, разорвать просто потому, что могу. Голубой энергоцентр блокируется ложью, когда мы говорим неправду. Особенно, если мы ещё это понимаем. То есть, это блок голубого энергоцентра. Синий энергоцентр блокируется иллюзиями, когда мы ну, вы поняли, короче, строим себе воздушные замки, нахрен нам ненужные, да? Отрицаем реальность, грубо говоря, отрицаем какие-то факты. Ну, и фиолетовый энергоцентр у нас блокируется привязанностями к дому, к семье, к людям, к деньгам, к каким-то материальным ценностям, ко всему, что, грубо говоря, можно потрогать. Ну, образно, да? Потому что отношения с человеком потрогать нельзя, хотя можно потрогать человека, ну, вы поняли. И это самая сложная работа над собой. Это самое-самое сложное. Избавиться от привязанностей. Ушли деньги, ну, ушли и ушли. Что страшного, новые придут. Понимаете? Ушел человек, ну, ничего, в мире он. до хрена людей. Где это почитать? Да, в принципе, более-менее нормально написано в целом в интернете, вот эта общая информация, она на самом деле есть. Просто поищите то, что срезонирует, то и читайте. Вы не сможете прочитать то, что вам не зайдет. То есть, в любом случае, даже если я вам скажу какую-то книгу, она может не зайти, и вы ее и так, и так не прочитаете. Поэтому ищите и читайте то, что будет резонировать. Ищите информацию самостоятельно, учитесь ее искать. К жизни тоже есть привязанность. Да, привязанность именно к тому, что вот я к туловищу к этому привязан, я хочу тут жить и все. Это не значит, что вы должны спокойно выпиливаться отсюда. Нет, конечно. это нормально, что человек не хочет умирать. Но когда он панически боится того, что он умрет, вот это вот нездоровая ситуация, понимаете. Поэтому вам необходимо как раз таки вот это тоже проработать, изучить вопрос, то, что мы говорили о страхах. Менталом можно быть привязанной. Вот смотрите, опять же, давайте будем говорить более простыми словами, без ментала, астрала, нал, рот шатал, это все очень красиво. Да, ну вот смотрите, извините, я никаким образом не хочу вас обидеть, поймите, я просто я такой позитивный веселый человек, понимаете, люди просто очень часто мы сами, да и я иногда знаете, мы обложились умными словами какими-то, да, и все такие ходим радостные, но нихуя не понятно, да, вот, поэтому нет, солнышко, вы меня, кстати говоря, радуете, мило, вы все правильно говорите, то есть смотрите, привязки любого типа, то есть привязанное с чем-то, привязанность на ментальном плане, как правило, это по факту привязка к чему-то материальному, понимаете, вот, то есть мы привязываем, мы думаем, что мы ментально привязаны к человеку, к человеку, он же как бы здесь вот, в материальном мире, понимаете, то есть это материальная привязка в любом случае, вот, ну, опять же, я же вам еще раз говорю, что вы сначала туда вообще дойдите то есть да и опять же медитация то есть вы как бы вы успокаиваете смотрите какой процесс давайте я вам подытожу и потихоньку занимаетесь потом расскажите то есть вы должны отключить внутренний диалог то есть синий энергоцентр взять под контроль сделать так чтобы там наступила тишина чтобы вы могли фокусироваться на точку в пространстве понимаете вот у нас есть . я раз руку убрал я на нее продолжаю смотреть поняли вот то есть я нахожусь в фокусе соответственно успокоив синий энергоцентр мы условно говоря через него заходим и начинаем подниматься снизу вверх по каждой из них не обязательно это делать за один раз то есть можете залипнуть в красный энергоцентрный потом также через синий выходите обратно поймите не надо ожидать что вы там начнете левитировать там парить над землей у вас там произойдет какой-то неебический инсайт нет и все намного проще понимаете все намного проще вокруг этого на на накружена столько антуража ненужного что человеку кажется что он какой-то не такой соответственно магии у меня нет способностей это все глупости ну и старайтесь также опять же вы должны быть фокусе внимания старайтесь тренировать свой фокус внимания можете даже не на точку начать медитировать начните медитировать просто на то что вы делаете все что угодно ну вот вы курите сигаретку все вы курите сигаретку и больше ничего вы смотрите как она для вас горит например я не знаю там делаете шпили вилли с кем-то красивым все вы только там вот научитесь это делать научитесь фокусироваться на том что вы делаете здесь и сейчас и у вас даже иногда могут возникнуть вопросы а на хера я это делаю это кстати очень хороший вопрос так 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 благодарю за ответ да всегда во благо вопрос а как понять что чакра проработанная можно двигаться дальше смотрите опять же вот вспоминайте что блокирует чакру конкретно ну то есть допустим красную чакру чакру блокирует страх и у вас как правило есть там парочка таких козырных страхов каких-то да может и не парочка когда вы проработали чакру она закрутилась правильном направлении что должно произойти давайте думать давайте напишите подумайте что произойдет когда вот у вас блокировка красного энергоцентра происходит через страх когда он разблокировался закрутился в нужном направлении то что происходит за уверенность ну иными словами страх уходит то есть он становится либо слабее либо там вообще уходит пряти идея в чем да точно также и все остальные иллюзия уйти должна говорить правду начинаете не бояться это делать понимаете освобождение в каком-то смысле поэтично весьма но тем не менее ну вот как то так какая то такая история очень интересно и это сложно ну это не простая вещь вот просто даже быть в моменте да я в моменте люди песенки поют да хер пойми о чем значит быть в моменте то же самое вот вы что-то делаете вы делаете только это все вы больше нигде вы только там вот это и есть быть в моменте и некоторые из вас уделя удивятся насколько это сложно на самом-то деле понимаете а война что война 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 это хороший повод не заниматься собой безусловно отличный просто ну вот вы горит а война милочка напишите пожалуйста что чем вас как она вам может помешать заниматься собой в данном случае раз уж вы написали про это что вы скажете на этот счет поймите друзья все что происходит вокруг вас мысль материально конечно безусловно был страх но сейчас нет страха по поводу войны но это хорошо мысли материально но вы должны как съебнуть отсюда вы должны понять что уезжая куда-то вы всегда берете с собой себя если вы находитесь здесь и не можете этого сделать то задумайтесь почему так происходит зачем это вам нужно вам нужно это для чего-то и ваша задача понять для чего задавайте этот вопрос для чего мне это ни за что ничем я провинился для чего да хорошо там где нас нет ты иллюзия был то есть я вам не отвечу на этот вопрос я же на вашей стороне я хочу что я мог бы да как бы я вам могу только подвести вас к этому но вы сами должны сделать вывод это и называется работа над собой понимаете за вас работу над собой никто не сделает никакой самый хороший дядя психолог безусловно например те же мои консультации они могут помочь ну частного характера я имею я имею ввиду да то есть приходя ко мне на консультацию мы о многих разных вещах разговариваем например о тех же чакрах я не совсем не говорю потому что ну иногда но это более такая глубокая вещь и ну видно что не все не всем она заезжать то есть там не потому что человек тупой нет а потому что ну у него есть более простые вещи приземленные которые ему сейчас надо сделать там сейчас не до чакр не до медитации понимаете ну то есть если грубо говоря у человека в лодке дырка да он плывет по озеру и туда вода набирается нет смысла марафет нам наводить покрасить ее понимаете нет надо дырку законопатить чем-то в этом вся идея и надо именно дырку законопачивать а не вычерпывать блин воду но опять же можем я думаю что давайте знаете как я вот у вас хочу спросить сейчас пока финансовый вопрос затрагивать не будем но мне вот интересно вот что кто из вас хотел бы прийти на более подробное обучение вот этим вопросом о которых мы только что говорили медитация там все остальное вот мне просто интересно давайте так вопрос давайте знаете как кто хотел бы допустим вот есть два варианта либо это групповое занятие где я со всеми как бы с каждым отдельно я прям не могу да но я даю грубо говоря вот подобные лекции либо это индивидуальное занятие при том при всем что индивидуальное занятие будет стоить на порядок дороже и вот если вы бы если вы бы готовы были пойти на индивидуальное занятие поставьте один плюсик если групповое то например два вот мне просто интересно вообще понять вообще как чё где хорошо я подумаю над этим я подумаю над этим чтобы вот это дело все как-то развернуть провернуть вот давайте так я закончу свои дела здесь по этому поводу и уже тогда смогу вас чему-нибудь интересному научить на потому что я ведь тоже учусь внезапно и сейчас я нахожусь как раз таки в этом процессе вот а судьба существует конечно вы ее себе прописываете вашу судьбу то есть вы можете то есть вы ставите себе какую-то цель на эту жизнь если вы живете эту жизнь скажем так осознанно вы где-то можете что-то даже плюс-минус корректирую что-то ваша игра но до этого ну понимаете вы должны понять что судьба это не какой-то рок который вам прописали но есть грубо говоря кармические какие-то ответственности да есть какие-то взаимосвязи взаимодействия но в целом это ну существует да но не надо это воспринимать как некоторую неизбежность вообще так в целом и в общем нет это не совсем так и нет это не совсем так итак чему учите ну на данный момент я психолог я помогаю людям решить их проблемы в личных отношениях финансах всему остальному провожу по этому поводу личные консультации в будущем буду рассказывать еще и о разного рода эзотерических вещах и вот как мы поняли людям очень интересно занятие в группе и я думаю что мы к этому обязательно придем вот подобным групповым занятиям вот они будут проходить ну я так думаю что онлайн ну и соответственно там дальше интересно на какой платформе в группу ну еще это детали пока еще рано об этом говорить какой-то платформе тоже технический вопрос на самом деле он в каком-то смысле вторичен вот если женщина живя с мужчиной начала изменять а потом ушла к любовнику возможно ли нормальное отношение сразу нет то есть если женщина ушла смотрите если женщина изменила мужчине то смотрите в чем собственно беда в том что даже если он ее вернет спасибо ларис очень приятно даже если он ее вернет но она к нему вернется неважно тут палка о двух концах и оба конца плохие смотрите во первых спасибо спасибо большое сергей во первых мужчина не сможет это забыть простите но и сможет да но он забыть не сможет эту измену он будет всегда представлять понимаете как другой мужик трахает его женщину это будет вызывать у него мягко говоря негативное ощущение и это всегда будет портить отношения то есть это будет бить по его самооценке и и второй момент то что сама же женщина где-то глубоко не будет его уважать понимаете то есть она понимает что он это все помнит и тем не менее с ней то есть он наступил себе на свою самооценку на свои мужские качества она это будет знать понимаете она не будет его уважать он не будет для нее красавчиком никогда поэтому в этом случае ну поймите для того чтобы эти отношения заработали оба участника процесса должны быть очень осознанными что называется личностями понимаете а большинству до этого очень далеко большому сожалению если вы можете себя назвать таковым хорошо я не знаю но и вы и ваш мужчина должны быть такими в ином случае ну если это ваша история я просто не знаю так что как то так отношения с любовником не с бывшим а с любовником с любовником этим которому ушла да тоже есть большие сомнения но тут уже не так все категорично почему понимаете потому что женщина которая изменяет она же изменяет не может мы сейчас говорили о чакрах да что блокирует голубую чакру до горловую ложь человек улгал то есть у него уже как минимум на а голубом энергоцентре от проблемы понимаете и там достаточно серьезные я уже молчу о том что просто-напросто это женщина не умеет строить отношения на к сожалению ну потому что понимаете находясь в отношениях с человеком Она трахалась с каким-то другим. Даже если просто гуляла, флиртовала, общалась. То же самое. Вообще никак. Ничего не меняет. И вот она ушла к мужчине другому. Выводы не сделала. Естественно не сделала. Почему так произошло. Ну там был единственный вывод. Ну я просто дурака себе какого-то нашла. Ошиблась. А теперь-то вот оно. Скорее всего будет все то же самое. Ну то есть ее потянет опять к какому-то там другому пассажиру. И все повторится вновь. Понимаете. Выводы-то ни хрена не сделаны. И подобные перескоки, уходы, они всегда хреново заканчиваются. Всегда. Я не видел ни разу, чтобы, знаете, они там. И жили они долго и счастливо. Ну с хрена ли они должны жить долго и счастливо. Вот вы мне скажите. Ну с хрена ли. То есть одно дело, если бы женщина, понимаете, она, допустим, вышла из отношений и потом пошла в другие. Тогда окей. И то выводы надо сделать, что ж там не сложилось-то. Понимаете, мы же не просто так себе. Вот у нее был муж, от которого она ушла. Ну или там жила с ним, неважно. Каким-то ж боком они сошлись. Как-то ж они начали жить вместе, блин. Вот это вот надо понимать. Здравствуйте, Катя. Рад вас видеть. А здесь, ну, как бы... Я надеюсь, вы поняли. Короче. Брат, ты мне насоветовал, что я геем стал. Интересный поворот. Как говорится, вот это поворот. Я так понял, что жизнь ваша стала ярче, горизонты ваши расширились. Если вы понимаете, о чем я, да? Сочувствую вам от всей души. Правда, странно, что вы почему-то привязываете меня к этому. Я вам, как сказать, никоим образом не советовал иметь интимное отношение с мужчиной. Но если уж вы сделали такой вывод и такой выбор, то, ну, как говорила Бузова, кайфуйте! Ну, да ладно. Расскажите, пожалуйста, о самокопании. Как отличить от самоанализа. Все очень просто, Светлана, смотрите. Самокопание, это когда вы посыпаете себе голову пеплом. Вот, я была такая, такая дура, что срубила маникюр. А я там херню делала всякую. Вот теперь меня Господь накажет. Это нахер никому не надо, вам в первую очередь. Идея в другом. Самоанализ, это когда вы говорите, вот у меня есть ошибка какая-то. Так, почему я ее сделал? Где я свернула, как говорится, не туда. Проанализировали это все дело. Сделали вывод, что, значит, не надо есть желтый снег, например. Ну, вот, и все, и пошли дальше. Немножечко там ошиблась, окей. Бывает. Все, вот и вся разница. Не надо себя ругать. Люди часто занимаются руганием себя ругательством. Это и есть самокопание, понимаете? Вы сидите и рефлексируете, блядь, по поводу этого. Не надо. Она не вышла сразу в отношениях. Есть сын, как понимать? Ну, как? Если я правильно понял, что вы написали. Сейчас я лесну даже. Посмотрю. Нет, нету дополнительного пояснения. Ну, если я все правильно понимаю, ну, херню делает, ну, как понимать? Ну, хрень делает. Понимаете? Верю ли я в Бога? Это вопрос неверы. Вы верите в воздух? Для вас, я надеюсь, очевидно, что воздух существует. Другой вопрос, что у меня несколько другое видение Бога, отличное от религии. Да, и мы об этом очень много раз говорили. Если и будем говорить, то не сегодня точно, потому что уже мы будем потихоньку, ребят, закругляться. Вот. Что я уже начинаю немножечко подуставать. Вот. Оплавленный сырок нам не нужен. Вот. Поэтому, да, Бог существует. Но это немножко не то, о чем говорят, знаете, там, в христианстве, например. Все мы рабы Божие. Идите, мыторствуйте. Ебашьтесь головой об икону. Лежите мой крест и ешьте мое говно. Нет. Это вообще не про это. Я вот вас уверяю, что для того, чтобы общаться с Богом, вам никакая церковь не нужна. Никакая вообще. Понимаете? Особенно христианская. Как говорится, не советую. Не советую. Ну, если хотите, то, конечно. Как там говорят? Богохульство. Ёпта. Спасибо, родной, за плюс один. Спасибо большое. Бог внутри нас, да. Все правильно. Он даже не внутри. Мы и есть Бог. Мы его, скажем так, неотъемлемая часть. Понимаете? Об этом, я думаю, мы поговорим в следующий раз с вами уже. Посредники не нужны для общения с Богом. Абсолютно верно. Вы все понимаете. Абсолютно верно. Здравствуйте. 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 Я бы вам, наверное, посоветовал не сильно увлекаться словами оттуда. А то, знаете, мало ли что. Всегда, ребят, во благо. Да я понимаю, что по приколу. Я, солнышко, понимаю, что это все у вас по приколу. Но я просто такой дружеский совет вам дам. Не увлекайтесь. Это знаете. Как бы чего не вышло. Вот. Почему я такой думки по поводу Бога? Ну, много лет практики, скажем так. И работы над собой, и изучения вопроса. Поэтому я так считаю. Понимаете? Ладно, друзья мои. Я был вас рад видеть сегодня. Я благодарен вам за ваше участие, за ваши подарки, за ваши лайкосики, за ваши вопросики. Вот, кто забыл подписаться, подписывайтесь, друзья, чтобы не потеряться. Вот, следующий эфир, я думаю, будет... Ну, кстати, может быть... А, нет, завтра точно нет. А вот в пятницу точно да. Ну, если там ничего не произойдет экстра. Ординарного, да? Ну, вот. В пятницу у нас там будет наша любимая передача «Жди меня». Вот. С 10 часов по Киеву. Вот. То есть, точно в 10 вечера по Киеву я выйду. А может быть, раньше начнем там что-нибудь. Ну, в общем, короче, разберемся. Будем работать. Вот. То есть, я надеюсь, что все у всех будет хорошо. В любом случае, это все в ваших руках. Да? Счастье ваше. Я вам его от всей души желаю. Как всегда, обнял. Все, ребята. До связи. Всем доброй ночи. Пока-пока. До связи. Всем доброй ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok